Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня вас ждет очень крутая лекция по теме, которая касается нас абсолютно всех. Вы будете очень удивлены, но подавляющее большинство заболеваний, с которыми вы или ваши знакомые, ваши родственники, ваши друзья сталкиваемся постоянно, ежедневно, являются следствием того, что в наших организмах присутствуют грибки. Грибки, на самом деле, это такая штука, которая плотно есть в нашей жизни, и если с ними ничего не делать, то это может привести к достаточно серьезным последствиям. Причем у вас есть огромное преимущество, ребята. Вы уже для себя понимаете, что многие процессы, они на самом деле начинаются от еды. И если мы просто меняем питание, корректируем питание, проводим какие-то дополнительные программы, такие как противогребковые программы, то результат меняется. В данный момент времени, я думаю, что те женщины, которые у нас есть в чате 35 плюс возраст, вы прекрасно знаете, что в данный момент времени более 90% женщин, проживающих в современных крупных городах, страдают такой проблемой, как молочницы. Собственно, о тех проблемах, которые есть у нас, у населения, можно судить по той рекламе, которая у нас есть на телевидении. И реклама средств против молочницы, она просто идет у нас, если мы посмотрим какой-нибудь женский сериал, то реклама средств от молочницы идет абсолютно в каждом рекламном блоге. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно у женщин эта проблема повальная. А ведь молочница – это следствие того, что в организмах женщины присутствуют грибки. Очень, на самом деле, интересная тема будет сегодня, поэтому, друзья, запасайтесь энергией, запасайтесь блокнотами. Вам потребуется время сегодня много, потому что сегодня Юрий Андреевич Фрауол будет раскрывать эту тему, а Юрий Андреевич за час-полтора не выступает никогда. Он раскрывает тему настолько максимально подробно, что уже в конце можно просто дипломы выдавать по пройденному курсу. Поэтому, наберитесь терпения, спать вы сегодня ляжете не скоро, зато информации у вас будет просто невероятное количество по этому вопросу и большое количество проблем. Юрий Андреевич сам сейчас перечислит, какие из популярных проблем со здоровьем связаны с грибками, причем многие даже не подозревают перхоть, связанная с грибками. То есть, многие даже не подозревают этого, но на самом деле, тема очень интересная, очень серьезная, поэтому ушки на макушке и слушаем внимательно. Так, ну что ж, Юрий Андреевич, включаю ваш микрофон и вашу камеру. Как вам меня слышно и видно? Отлично, слышно и видно. А меня? Мне вас тоже, друзья. А вы, пожалуйста, поставьте от единички до десятки, как вам слышно и видно Юрия Андреевича. И передаю микрофон вам. Да, да, Сергей, благодарю. Добрый вечер, дорогие друзья. Я на связи. Если меня сейчас слышно и видно, пожалуй, начнем. А пока к нам присоединяются новые, так сказать, те участники сегодняшней встречи, кто еще не успел в данный момент, давайте я буквально расскажу, о чем я сегодня буду говорить. Это, я считаю, требует вступления, потому что тема крайне важная. Я бы хотел, чтобы вы поняли, и даже если кому-то покажется, что, может быть, это не так важно в начале, хотя, если кто досмотрит хотя бы минут 20, уже до конца будет смотреть. И тем не менее, я скажу в начале, о чем сегодня пойдет речь. Вот, дорогие друзья, тему грибов, грибков, я имею в виду дрожжевых, плесневых, паразитических грибков. Мало кто рассматривал и рассматривает очень глубоко, а несмотря на это, она наравне с темой о паразитах, я бы даже сказал, она стоит чуть выше по тому, что необходимо изучать эту тему, то есть по значимости. Потому что с этой проблемой каждый человек, ровно 100% из 100, сталкивается, потому что имеет эти грибы. Они могут быть в латентной форме и до пары до времени не проявляться. Но когда-то мы видим перхоть, когда-то мы видим у детей особенно экземы, там какой-то нейродерми, там, я уж не говорю про лопические дерматические, псориаз и прочие кожные проблемы. Но это, ладно, еще кожные проблемы, а вы теперь будете знать после нашей лекции, какие конкретно грибы вызывают, какие конкретно заболевания, что это за грибы, как они выглядят, как ими можно заразиться и так далее, в каких, собственно, продуктах, при несоблюдении, там, правил гигиены или еще при каких-то факторах происходит заражение. Но главное, некоторые из вас, может быть, думают пока, что, ну, хорошо, ладно, кандидоз, всем известно, то есть вот та самая молочница, это кандидоз, системный кандидоз. Кандидальбиканс, как правило, вызывает, хотя есть много форм рода кандид, много видов. И тем не менее, и казалось бы, ну и что, ну да, ну мучения, ну можно с этим жить. Но, к сожалению, если бы все было так, сейчас абсолютно науке точно известно, что очень многие виды грибов. И известно, какие конкретно, вызывают определенные формы рака. А вот это уже не шутка. И те из вас, кто хочет уберечься от этого, по крайней мере, максимально иметь шанс не иметь онкологию в перспективе, и я уже не говорил про кисты, миомы, фиброаденомы, аденому, простаростат и так далее, а то, что я сейчас перечисляю, вот эти кисты, миомы там и прочее, это тоже природа грибковая. Значит, у меня, я буду, конечно же, за сегодня даже весь день, даже очень быстрым темпом, говоря там абсолютно четко и то, что по сути нужно, все равно эту тему всю не охватить. Поэтому сегодня я еще то, что не освещу, но чтобы имели полную информацию, доскональную, если захотите разобраться, я буду отсылать вам к нескольким своим лекциям, которые вы сможете потом посмотреть. Но пока, значит, смотрите, кстати, очень многие врачи-онкологи сейчас, очень многие врачи-онкологи, переходят, изучают науку фунготерапии и переходят к ней. Фунготерапия – это наука выше грибов, бездяльных. Ну, те, которые мы видим в виде плодовых тел, вот подосины, подберезовики, ну, их тысячи видов, понятно. И потому что они понимают, что единственный способ, действительно, который может бороть онкологию наряду с изменением питания, образа жизни и прочими факторами – это те вещества, действующие, активные, которые содержатся только в природе, в высших грибах, которые могут подавлять низшие грибы. Почему? Лесные сообщества, вот эти, значит, дубровые, шоколистные леса, которые могут тысячелетиями вечно существовать, меняя друг друга, там есть очень сложные симбиотические отношения. Пару слов об этом, чтобы вы понимали. Так вот, и вот грибы, высшие грибы, образуют так называемые микоризы. Что такое микориза? Это, значит, вот корневая система растений и мицелии грибов. Вместе они образуют, когда сочетаются они друг с другом по сложной уже только одному богу или там богам, природе известной программе, сложный симбиотический союз, ну, как в фильме «Аватар» показывали. И растения передают белки, азот, например, грибам, там сахара, а грибы синтезируют для растений природные антибиотики, полисахаридские и, ну, фитонциды грибные, которые защищают растения от некоторых факторов, в том числе от воздействия низших грибов паразитических, плесневых, дрожжевых, так вот, ну, плесневых основных. И если нарушаются это природные сообщества, вырубаются некоторые главные виды породы деревьев, уменьшается уровень грунтовых вод, когда, значит, вырубают вокруг рек, вот что сейчас происходит. Происходит массовое вымирание лесов, поражение, что мы видим. Почему? Там всякие жучки, паразиты – это последствия вторичные, первичные поражения грибками, потому что уже нарушены эти связи и не выделяются эти определённые специфические вещества. Ходите конкретику, просто маленький один пример. В своё время, в начале 19 века, один японец, учёный, выделил такое вещество, которое называется гиберелин, из грибка, одного грибка, который обитал в симбиозе с рисом. И вот что произошло, что даёт этот, например, вот это вещество гиберелин? Оно заставляло, когда им опрыскивали растения, и даже в почву добавляли, что и доказало, что корневая система растений генетически как бы способлена поглощать эти специфические ферменты или, так сказать, прочие вещества, вырабатываемыми грибами. Так вот, значит, растение росло в 2, в 3, а некоторые виды растений до 10 раз быстрее. Ну, казалось бы, это прорыв в сельскохозяйственной, так сказать, вообще технологиях. Его стали получать сначала естественным путём, просто выделяя, значит, размножая гриб. Результаты были феноменальные. Ну, а пришёл середина 19-го, 20-го века пришла, и стали всё у нас, как вы знаете, синтетическое, аналоги. То есть учёные лучше знают, чем боги, чем природа, и всё синтезировали, в том числе гиберлин. Его смогли синтезировать, повторить формулу. Но знаете, что самое интересное? Формулу-то повторили, а свойства нет. Не получились этих свойств. Я вам это к чему вот это говорю? Не просто так, чтобы лишнюю информацию дать, чтобы вы, кто ещё, если вдруг кто-то скептик, или потом своим родственникам покажет это, сказать, ну, пусть чуть-чуть люди задумаются. Ну, никогда, человек, никогда синтетический аналог природному не даст тот, как ключ к замку в сложных биохимических связях не подойдёт. Этого не может быть. Это исключено по тысячу причин. Там, начиная от того, что как вот фруктоза с глюкозой, да? Это, причём природные даже, натуральные. Казалось бы, да, глюкоза для того, чтобы в клетку прошла и дала энергию клетке, нужен проводник инсулин, гормон, который выделяется под желудочной железой. А фруктоза, натуральная только, не синтетическая, ей не нужен проводник, потому что у глюкозы лево – это право вращающий изомер. Структура у него одинаковая, формула, а конфигурации пространственные разные, а фруктоза лево вращающая. И вот именно как ключ к замку, вот такие бывают аспекты, когда подходят, значит, такие изомеры – это уже изомерация, так сказать, пространственная конфигурация молекул. Но есть и другие нюансы, которые, к сожалению, вот долдоны от науки, есть такие, не все, но есть такие учёные, они понять, то ли не могут, то ли деньги просто проедают, которые выделяют компании или государство. Но, в общем, нам с вами, людям, которым дорого своё здоровье, надо понимать, что истину надо искать только в природе. А в природе всё есть. Вот, например, значит, от белочек до кабанов едят в определённый период времени лисички, грибы-лисички. От чего? Чистятся от гельминтов, потому что там есть такое вещество хиномоноза, которое растворяет, это единственное в природе вещество натуральное, которое растворяет даже оболочки яиц гельминтов, яиц. Вот, что очень важно. Лямблии, например, там простейшие гонят и так далее. Например, лоси, лоси по весне едят строчки. У них, вы знаете почему? У них очень сильно изнашиваются суставы. А это мощнейшие там содержатся вещества, которые восстанавливают хрящевую ткань. Ну, о суставных проблемах, о костно-мышечной системе мы ещё, я думаю, сделаем отдельную такую, значит, вот лекцию. А сейчас давайте вернёмся к нашей теме. Итак, я сейчас вам скоро поставлю презентацию. Я буду по ней вам рассказывать. Собственно, их будет даже две презентации. А в самом конце я хочу подчеркнуть, я приведу всё к тому, что я сделаю компиляцию некую нашей сегодняшней встречи. Я расскажу вам о том, прямо чётко и подробно, какие грибы, называю, например, гриб, рот, вид, вы его видите на экране, плесень нету. То есть, вот как вот вы видели это в своей жизни на огурцах, помидорах, там, ну, грубо говоря. И вы уже будете знать, что вызывает, какие заболевания, конкретно какие заболевания, серьёзные. Я сейчас говорю о очень тяжёлых, о том, чтобы, не дай бог, ни у кого этого не было. Онкология и прочее. То есть, это мы закончим. А начнём с простого, со всех кожных проблем, кандида, всё прочее. Вот это сначала. Ну, и, конечно же, потом я буду отвечать на ваши вопросы. А так что, дорогие друзья, переключаю вас на презентацию. Думаю, для начала я вас немножко заинтересовал. Ну, что ж, переключаю вас на презентацию. И так теперь видно, я думаю, её... Да, только не в начале её видно. Сейчас, секундочку. Одну секундочку. А я сейчас себе на компьютере переключу, так сказать, уберу, чтобы мне ничего лишнего не было. И, пожалуй, начнём. Ну, что ж, вот вы видите некий такой, ну, первый слайд. Понятно, что, значит, микозы, значит, всё, ну, читать вы будете, а я просто, значит, вам буду уже рассказывать более важное. А это так будет, возможно, заодно прочтёте, что тут сказано. Ну, некий план, регламент, тем не менее, у нас есть. Вот это то, что мы должны сегодня с вами понять, да. То есть, виды такие классификации, но не для того, чтобы загружать голову, а именно потому, что надо понимать, в чём могут быть ошибки. И вы сами, чтобы были себе доктором, понимали, как всё происходит, ну, немножко кое-что надо знать. Лишнего ничего не дам. Так, хорошо. Да, понятно, грибов дрожжевых и плесневых существует более 500 видов, да. Самое известное и ясно, что кандида, прочее, вот то, что у каждого на слуху. Но, тем не менее, значит, вы понимаете, то, что мы видим внешне, ну, в виде экзем тех же, это внешнее проявление, это всего лишь, так сказать, маленькая капелька айсберга, что называется. Грибы могут в виде своих мицелий и сложных отдельных таких грибных спор проникать и в головной мозг, и в бронхи. Кстати, многие бронхолёгочные проблемы, вплоть до онкологии, да, лёгочные, вызываются именно грибами. Но тут есть нюанс, кто-то скажет, и будет прав, курение и прочее, разумеется. Но тут нюанс вот в чём. Грибы и споры грибов у каждого из нас в организме есть всегда. Но если иммунитет ослабевает, иммунные клетки, защитная система нашего организма, лимфоциты, макрофаги и прочее, становятся меньше, более слабые, ферментов на их окончании нет, которые разрушают. Например, вот такой, например, фермент, как перфорин, который разрушает раковые клетки, например, оболочки, они погибают. Каждый час, каждую минуту это в организме каждого человека происходит. Но когда-то идёт сбой. И вот тогда, значит, происходит вот то, что мы видим в виде проявления болезни уже серьёзной. И грибки быстро, активно размножаются. Так вот, факторы, которые приводят к активному размножению грибов, их много. От неадекватного питания, от накопления гнойных токсинов, трупного яда в организме. То есть это неадекватное наше питание. Ну, тех людей, кто питается трупами животных, то есть, так сказать, поедает высокомолекулярные животные белки, которые, безусловно, не выводятся в полной мере из организма, и вы знаете, что происходит. Ну, если будут, опять-таки, нужда пояснить, я поясню это позже, чтобы сейчас на это время не терять. Я просто предполагаю, что там 95% людей понимает прекрасно, о чём я говорю. Другие факторы. Безусловно, токсикозы, любые курения, так сказать, химические препараты, всё это ослабевает иммунитет. И вот тут-то грибки активно начинают размножать кому-как, как говорится в кавычках, повезёт, где повезёт. Вот примерно так. Ну, хорошо. Значит, вот общие положения. Значит, тоже это важно знать, что они бывают микозы, да, то есть, грибные поражения низшими грибами. Значит, поверхностные, глубинные, что глубинные, вот, например, грубо говоря, мы говорим про толстый кишечник, что там кандиды, мицелия и грибов. Да, на колоноскопии часто видно, у большинства людей зонт вводят и, так сказать, видят вот эти колонии белые грибки. Но мы, собственно, увидим сегодня такой кадр. Я покажу, да, действительно, это так. Ну вот. И, собственно говоря, борются, как правило, врачи с чем? С последствиями, с причинами нет. Потому что причин, к сожалению, многие не видят причины. Причины – это нас, образ жизни, питание и иные факторы, которые привели к убийству иммунитета. Ну, грубо говоря, к ослаблению. А дальше уже, пожалуйста, вот. Да, я тут вижу маленький момент, просто поясню. Ещё бывает единственное, а то, может быть, потом забуду. Вот кожные проблемы, связанные в первую очередь с лицом и с кожей головы, ещё бывает, что вызываются под кожным клещом демодекоз. Так сказать, есть заболевание такое, и это бывает. Но, правда, тут всегда, как правило, вместе это, если бывает, потому что клещ перфорирует, так сказать, кожные покровы, просто за собой тащит инфекции. Ну, а дальше уже. Но это, разумеется, не у всех, как правило, это грибки определённые. Какие, что, как я уже сказал, разберём чуть позже. Так, причины грибковых поражений. Вот это важно понимать. Значит, смотрите, все вот эти противозачаточные средства, антибиотики, гормоны, которые гормонозаместительные терапии, это всё убивает иммунитет и провоцирует к развитию бурного грибов и бактерий, и вирусы, потому что вирусы, грибки и бактерии размножаются на ослабленном иммунитете в клетках наших, в полумёртвых клетках, поражённых, полумёртвых, ну и вот так далее. Естественно, химиотерапия, лучевая терапия, магнитные, так сказать, различные электромагнитные воздействия. Всё понятно. Естественно, клебулочные изделия, дрожжи и прочие, потому что, тем более, термофильные дрожжи, которые вывели, так сказать, в середине, ну даже в начале, в первой половине, скажем так, прошлого века, которых не было до, скажем, 30-х годов, это было биологическое оружие, разрабатывалось как на то, это абсолютно известно, как, где, при каких обстоятельствах. То есть то, что современное, но тем не менее, значит, люди пользуются, и кефир оттуда и прочее, всё это, значит, не полезно, безусловно, а только вредно. Любые закисляющие продукты, любые животные белки, кофе, это всё закисляет, приводя к той среде, при которой грибки очень хорошо будут размножаться. Ну, особенно опасны молочные продукты, тем более творог, тем более сыр. То есть там, где казеина молочного белка тяжёлого, более, больше всего по количеству. Разумеется, цехара. И помните, если у кого-то грибковые поражения, первым делом, что надо делать, да, конечно, я сегодня буду рассказывать, что делать, это само собой, в том числе. Насколько успею, насколько смогу. Вопросы будут, я всё буду отвечать, а пока только вот, что по ходу вспоминаю я, ну, из того, что надо сказать. Ну, допустим, если есть у кого-то грибковые любые поражения, первое, от чего надо в период лечения отказаться, это от любых сладостей. Я говорю не о синтетических, только о сахарах, а о любых, включая фрукты, включая, безусловно, и сухофрукты и так далее. Хотя бы на два месяца, на три период именно методик лечения комплексных. Особенно молочница у кого, ну и так далее. Так, значит, естественно, грязные овощи, воздух, экология, это всё понятно, значит. Ну, и гигиена, правила гигиены, по сути, это то, что именно и заносит грибок раз, два, десять раз, а дальше колония превышает критическую массу, и так сказать. И это сауны, в первую очередь, разные души, спортивные залы, где общие, так сказать, есть, потому что люди, носители, большинство. Если вы даже всё у вас идеальное, взяли, пошли, помылись, не так наступили, через, не только на свой ботинок, так сказать, вот, и одноразовые, или резиновые какие-то личные, там, в сауне, в бане, там, неважно, а вот на кафеле или куда-то, и всё. И, пожалуйста, это, так и происходит поражение, ну, так и происходит, ну, через воздух, безусловно, через, так сказать, заражённых людей, которые кашляют, чихают, вы понимаете, там же не только вирусы передаются, но это было бы странно думать, если только они. Конечно же, и споры, и грибов передаются, безусловно. Ну что ж, хорошо, давайте с вами идём, как говорится, дальше. Так, вот некоторые симптомы, по которым можно сказать наличие грибков, в том числе кандидоз, ну, как самый распространённый гриб кандида. И, кстати, он очень опасен, я потом в конце вам расскажу, чем именно. То есть, какие группы риска у людей поражённых грибом кандиды, альбиканс, тем самым, которые вот 90% людей поражено. Ну, и ничего удивительного нет. Да, поэтому полотенца, расчёски, постельное бельё, помните, эта гигиена должна быть абсолютная. Общественные места вообще надо ручки спиртом протирать, дверные я имею. Нет, ну, хлоркой там, понятно, просто вредно, а так, понятно, и хлоркой можно. Вот, ну, это я из таких более экологических средств, сказать, да. Вот, факторы, которые ослабляют иммунитет, это те же самые факторы, о которых в своих водных лекциях говорю. То есть, всё, начиная от сотовой связи, ну, то есть, понятно, мы не можем без сотовой связи, но, хорошо, ну, так сказать, ну, не говорите прям в ухо, в голову, так сказать, говорите по громкой связи, как, например, вот я это делаю, ну, никаких проблем, ну, пусть слушают. Нет, ну, это, так сказать, выбор каждого, но вот я вам просто по-человечески это советую. Так, хорошо. Значит, вот симптомы, признаки проявления грибков, например, да, какие могут быть. То есть, всё, что вот шелушится, всё, что выше кожи, чешуйки какие-нибудь там, значит, вот наросты, это всё однозначно грибы. Да, это могут быть ещё и вирусы, например, там, значит, вот папиллома, матоза вирус, папиллома та самая, да, но она всегда развивается тогда, когда есть грибковые поражения. Прямо это 100%. Если у вас частные простудные, там, какой-нибудь, знаете, ангина, это однозначно, ну, гнойная ангина, там, шестерептококки, стафилококки, это понятно, но в том числе и, вот, так сказать, грибки, вот, ну, если руки, ноги, слоится ноготь, так сказать, какие-то полоски, трещинки, ножницы настряжёте, а он, знаете, как-то не режется, а взлетает, рассыпаясь на куски, то это 100% есть грибок, стоп, ног, ногтей и так далее, да, специфические виды грибов. Значит, кстати, и проблемы с суставами. Вот многие вызываются грибковыми поражениями. Лимфатический барьер, лимфоузлы, это как раз те самые защитные барьеры, в том числе на пути к грибкам. И как раз концентрация в лимфоузлах, а лимфоузлы как раз подколенные суставы, локтевые суставы, то есть те места, где как раз мы и слышим щелчки, слышим вот эти проблемы с суставами, да. Язвы во рту, всякие вот эти, вот, так сказать, трещинки и прочее, белый налёт на языке, серый, утром, днём, всё, это 100% грибки. Заеды там, углы рот, всё такое, перхоть, понятно, вагинальные любые инфекции и так далее. Ну, хорошо. Ну, рано ещё всё-таки. И тем не менее, какие могут быть ещё симптомы, признаки и, значит, что... Да, кстати, любой зуд, анальный, так сказать уж, извините, вагинальный, любой зуд. Это грибки, вот, как говорится, к бабушке не ходи. То есть надо просто выяснять, какие, хотя порой по определённым признакам, объективным и так понятно, так сказать, что, да. Вот, ну, для девушек особенно скажу, что, значит, если вот ПАЖ влагалище, вот проверять лакминсовой бумажкой, вот, допустим, стоит иногда при любых подозрениях, если выше 4,5 ПАЖ, значит, 100% есть инфекция, потому что норма 3,7-4,4 в этом пределе примерно. Ну, хорошо. Значит, мы можем защищаться от грибов, конечно, не давая им пищу, во-первых, а это любые хлебобулочные изделия, сладости, синтетические в первую очередь, ну, вот, и особенно на ночь, когда у нас неактивная поджелудочная железа, когда, собственно говоря, нам есть чисто биологические, потому что мы, тот вид живых существ, который живёт, должен по солнцу, о чём свидетельствует выработка определённых гормонов в ночной период и так далее, то есть тут не обсуждается это, это факт просто вот природный. И поэтому, значит, то, что мы едим не в положенное время, это приводит к дополнительному фактору росту грибов, потому что они активны. Вот иммунитет ослаб, а они активны. Не переваривается пища так быстро, как должна днём, а грибы это сделают. Так, ну, хорошо, это имейте в виду. Теперь вот красота вот эта. Вот это то, с чего я начинал, и насчёт медиков. Что могут сделать? Вообще, почему мир пошёл... Вот давайте ещё пример. Вот было в начале века прошлого, например, экстракция, масла чайного дерева, австралийское. Вот по антибиотическим свойствам, например, эта экстракция в 40 раз примерно сильнее тетрациклинового ряда антибиотиков. Казалось бы, ну давайте это производить. Производили, но ведь дело в том, это наимно, если кто-то наимный из наших зрителей есть, я поясню. Но фармацевтические корпорации, это не просто кто-то скажет, да-да, и мы понимаем, это деньги, это миллиарды, триллионы долларов. Всё правильно. Но и это не главное. Это власть над людьми, контроль. Над умами, над кошельками, это всё вторично. Главное, контроль полный и тотальный. А это можно добиться многими методами, приёмами концептуальными, в том числе вот как раз, чтобы мы потеряли знания природные, которые были раньше, где всё росло и под ногами, а теперь мы вынуждены пойти и купить какой-нибудь супердорогой тюбик. И причём самое интересное, если бы это ещё помогало. Ну, это ладно бы ещё. Помогает иногда, временно. А потом, ну, я вам кое-что прочту, пару, так сказать, писем. Например, давайте вот, даже я вам на кадр переключу. Вот у меня, пишет человек, есть знакомая женщина, которая всю жизнь страдает, значит, на мороз тело красным коржом покрывается и так далее. И вот дальше крыма, лекарства врачи прописывали, а дальше, значит, проходит, потом начинается. А вот, собственно говоря, например, ну, собственно, вы их сами почитаете, я вам зачитаю лишь на отзыв интересный, классический, на очень дорогое одно средство, по-моему, израильское, которое там считается, ну, вершиной, оно очень дорогое, но я вам чуть дальше это скажу. А пока вот послушайте внимательно про все вот эти препараты. Что применяют наружные при кожных проблемах? Врачи просто автоматом, не думая. Они сами в этом, ну, ничего не понимают, как правило. У них есть инструкции, они обязаны прописать то или иное. И не задумываются, они не понимают причин, следствие просто. Например, грезиофульвин, например, клотримозол, да, микозолон там, миксептин, например, выписывают, да, и так далее. Но, значит, да, потом внутренние прописывают препараты, уже не наружные, а вот внутренние. Например, амфотерицин-Б, например, да, анкотила, например, они сверхтоксичны, все это сверхтоксично. И, значит, ну, например, лекарства, препараты, которые используются при глипковых пульваропоражениях, например, бифонозол, ну, предположим, или кетоконозол, допустим, значит, содержат интересные вещества. Ну, значит, да, поэтому, да, кстати, как применять, что? Я могу, конечно, пояснить и по химическим препаратам, но, думаю, нет смысла. Хотя в одной из своих лекций я потом вам скажу, если захотите подробнее изучить, я там говорю, ну, для тех, ну, потому что, чтобы кто-то мне скажет, ну, а что же вы не сказали альтернативу, я хочу химическим. Пожалуйста, она известна, я называю дозы и прочее, сейчас не буду делать, не будем на это время тратить. Ну, вот, например, давайте, для примера, крем-низорал, вот всем известный. В нём, например, кетоконозол вещество содержится, да? Просто даже аннотацию, если почитать, что вызывает, начиная от снижения аппетита, ладно, тошноты, рвоты, там, диарея, боль в животе и так далее, до желтухи, нормально, да, гепатита, причём высокая, подчёркнуто, летальность, понимаете? При этом высокая летальность. Снижение функции коры надпочечников и гипофиза. Ну, вот, если человек не дебил, я уж извините, если кого-то обижу, но, вот, понимая это, я советую читать хотя бы аннотации, а лучше залезать подробно на медицинские сайты и смотреть, причём на специальные, да, где подробнее можно, ведь не всё пишут даже в инструкции. Ну, я не буду перечислять дальше, что ещё вызывает кетоконозол, да, но и этого достаточно, чтобы нормальный человек это не потреблял. И ладно бы это помогало, но подождите немножко, дойдём чуть дальше. А знаете ли вы, что почти во всех шампунях, ну, давайте переключу вот на эту красоту, в гелях, там, например, есть лаурилсульфат, такое вещество, например, да, там, оно, кстати, вот, значит, не только истончает волосы. И, кстати, самое интересное, оно вызывает перхоть. Вот то, чего, как бы, так сказать, оно вызывает перхоть, если постоянно не принимать с утра до вечера. А вы знаете, что вот этот лаурилсульфат натрия, например, а по исследованиям медицинского колледжа США, ладно, мы сказали, это вот наши, так сказать, против, так сказать, всех препаратов, там, американцы, американцев сейчас не любят. Но, тем не менее, вот штат Джорджия, они сами для своих же, у них есть исследования, например, вызывают необративые изменения зрения у детей. Вот вам уже один нюанс. И, кстати, повально, сколько последних десятилетий пользуются этими, зрение катастрофически стало падать, кстати, в том числе в США. Ну, они поэтому тут уже терпят большие убытки, потому что подают иски, как вот в своё время с табаком. Но, тем не менее, то есть мы шагнули в эру, когда вроде бы мы верим ещё белым халатам, и вроде бы эта вера неплохая. Если бы эти врачи, честно бы, выполняли свою работу и хотя бы знали, что они прописывают и от чего. Ну, допустим, метатриксан, такое цитоцитатическое вещество, которое вызывает в ходе состав Крымов препаратов против грибков, оно просто не только противопоказано при беременности, пишут-то сейчас это автоматически, всё, ну, везде. Ну, это, так сказать, причины там другие. А здесь конкретно может вызывать гибель плода или причины врождённых уродств стать. Ну, разумно это применять я, ну, комментировать не буду. Да, и помимо этого ещё тромбоз церебральный, тромбоз глубоких вен, тромбоз почечной вены. Нормально, да? Хорошо, ну, не буду долго на эти вещи отвлекать, и всё же это важно подчеркнуть. Ну, потому что, вот, например, сибори и перхоть, значит, сразу, например, прописывают сульсену какую-нибудь. А в его составе, знаете что? ДМДМ гидантаин, например, это такой консервант, который образует при соприкосновении с воздухом, водой, и идут определённые химические реакции, в нём не содержится, но когда идёт химическая реакция, когда оно высвобождается, выходит в атмосферу, образуется формальдегид. Ну, а формальдегид вызывает онкологию. Я думаю, многие из вас это слышали, но поверьте на слово, это так. Соответственно, причём накапливается в организме и практически не выводится. Формалин, формальдегид им консервировали в своё время трупы там, значит, ну и так далее. Хорошо. Итак, это понятно. А вот теперь то вещество дорогое, которое 70 долларов стоит, называется клеранс. клеранс, это такие синтетические специальные белки, ну, скажем так, это вещество, а препарат называется энбрель, например, по-моему, он израильский. Так вот, это уже такое парикомбинантное ДНК, там был синтезирован синтетические белки, интересная штука. Давайте я вам скажу про побочные действия. Это то, что считают дорого, значит, мол, хорошо, да? А побочные действия такие, ишемии, тромбозы, тромбофлебиты, значит, ну и так далее. Да, всё, что связано с печенью поджелудочной, там, и холецистит, панкреатит, это всё само собой. А единственное, вот письмо интересное одного человека, он написал в своё время, прошёл три курса, три курса этим веществом дорогим. Сейчас после прекращения лечения симптомы возвращаются менее, чем через две недели. То есть раньше, когда он ничем не лечился, ну, у него бывало съездить на море, что-то, так сказать, там, поезд фруктов, получше становится там. А потом месяц, полтора-два начинается. После этих дорогих препаратов у него через две недели начинаются. И он пишет, при этом с каждым курсом действовать начинает всё позже, а прекращает всё быстрее. Здесь нет ничего удивительного, это так и должно быть. То есть это, в общем-то, закономерно. Ну, хорошо. Теперь, значит, что мы ещё посмотрим? Вот примерно то, что я говорил. Ну, ладно, это пролистнём. Теперь давайте немножко. Виды и формы грибковых заболеваний. Классификации, болезни. Да, ну, всё, что я выше вам сказал, я надеюсь, каждый разумный человек для себя, по крайней мере, сделает вывод, что мой путь – это не химия. Ну, просто, понимаете, всё, что… Вот эта проклятая химия, как правильно говорит в данном случае Герман Стерлигов, тот же, ну, к примеру, я вот так приведу. Это он прав тут абсолютно, проклятый учёный. Он, конечно, вот тут можно понять, потому что, действительно, парадокс, казалось бы, здравый смысл, он отсутствует. Вредительства, что ли, ну, вроде специально нет. Тут, конечно, стечение всех обстоятельств, ну, и глупости, и халатности, и всё остальное. Но вредительство очевидное есть. Только тех, кто за этим за всем стоит, кто понимает эти процессы и руководит этими процессами в обществе. Ну, это мы сразу сюда кидаем и прививки с вами, и вот всю остальную радость, прелесть современной жизни. Хочу немножко вот вам ещё пару слов сказать. Знаете, что кандидос, например, ну, коли мы сейчас уже будем про виды грибов говорить, да, опять вернёмся к любимой кандиде, он вызывает, например, остеумели. Псориаз, например, который, кстати, знаете, что проявление на коже, да, но основа-то, где он сидит в дислокации, основная колония в кишечнике, это просто запоминайте, либо действительно правильно Сергей говорит, записывайте. Псориаз – это только верхнее, верхушечное такое проявление интоксикации организма через лимфатическую систему. Есть псориаз – проблема с лимфатической системой. Мощнейшая интоксикация, значит, у вас организма вплоть до каоцервата в клетке, о чём Аганян говорит, то есть на клеточном уровне уже даже. Не только там с кишечники, коловые камни, может быть, теоретически, может, их и нет. А вот уже на клеточном уровне, межклеточное пространство, движение лимфы замедлено, лимфатические сосочки, вот те самые, которые в складке толстого кишечника, выходят, не могут вынести эти токсины из организма по причине там развития, может быть, кандидоза и, так сказать, мицелия бурного развития слизи в кишечнике. Всё может быть и это. Но это уже факт. Вот. Лимфоузлы, ещё раз вам скажу, это кордоны. Это пропускные пункты против инфекции. То есть лимфоузлы не должны пропускать. А не пропускают, значит, там идёт очаг, идут воспаления. Самое близкое место к лимфоузлам кожа, в тех местах как раз, где крупные лимфоузлы, чётко там проявляется дерматит, экзема, псориазы у детей, и не у детей, у взрослых. Именно вот эти локтевые суставы там, коленные, так сказать, кисти рук, вот именно там, щёчки, потому что лимфоузлы рядом крупные находятся, ну и прочие. Значит, вот теперь, а что касается атопического дерматита у детей, то, что самые частые детские меко, это самые частые детские мекозы, да? Самые. Ну хорошо, тут как раз там грибные пневмонии, там. Ладно, всё. Идём с вами, давайте дальше. Ну вот, грубо, они перечислены, да? Кандидоз кожный, грибковый и вот прочие, лишаи, ну лишаи, это уже, так сказать, понятно, это и все врачи знают, что это абсолютно чисто грибковое, значит, очень сильно паразитическое, так сказать, заболевание грибковой природы. Ну вот эти трещины, все кожные, вот посмотрите, пожалуйста, это классические экземы. Вернее, скажем так, основные формы экземы. Ну что такое экзема вообще? А это очень серьёзное достаточно заболевание, которое иногда проходит само как бы, но только, ещё раз говорю, грибы могут в латентную форму просто перейти. Их колония невелика, поражения невелики, выделительные системы вдруг начинают лучше работать. Ну, например, на солнце витамин D начинает синтезироваться, лучший обмен кальция при этом происходит, вы всё-таки едите больше зелени, сезонных каких-то фруктов, и тем более вдруг на море. Вот и проходит, да, потому что морская вода, осмос, во-первых, сам вода, соль, антисептик, во-вторых, идёт, потому что процесс осмоса, влага и токсины из кожи, хочешь ты не хочешь, выходят в воду. Поэтому полезны морские солёные ванны, именно вот в этом суть. Ну, хорошо, да, проходит иногда, а потом опять. Так вот, значит, переменного характера, да, то есть хроническое заболевание, безусловно. Ну, вот, да. Экзема, у медиков какие стереотипы? Они говорят, это аллергическое заболевание. Ну, хорошо, и с этим можно согласиться, если понимать, что аллергия, аллерген, это и есть антиген. А что такое антиген? Дорогие друзья, вот ещё раз. Антиген – это высокомолекулярный белок. Животный белок, либо белок частично, тоже можно отнести сою. Ну, и, значит, вот там действительно, ну, такая, тоже достаточно высокомолекулярные белки, состоящие из гигантского количества аминокислотных звеньев. Они сложны. Они нашей пищеварительной системой в полной мере не перевариваются. И частично через поры в тонком кишечнике, пройдя желудок, 12-перстную кишку, всё-таки всасываются частично в кровь. В очень малом проценте, но всасываются. И вот если это произошло, возникает реакция организма, иммунная. Иммунный ответ. Поэтому вот иммунный ответ – это те самые Т-лимфоциты, макрофаги, эликоциты разных видов, которые уничтожают, путём флагацитоза, поглощают любой попавший в организм в кровь высокомолекулярный белок. Это может быть вирус, грибок, бактерия или белок, съеденный куриной ножки. Разницы нет. Ведь иммунная система наша ведь не на название, которое человек придумал, реагирует, а на структуру, именно на чужеродную структуру высшего, высшей структуры биологической, которая синтезируется для нужд данного организма. У курицы для нужд курицы, чтобы она жила, передала по наследству информацию, так сказать, и так далее. Но мы же, потребляя несвойственные человеку, как виду, пищу, получая вот эти сложные структуры, которые были созданы природой в другом организме для нужд другого организма, высших нужд, конечной стадии построения тела, мы меняем программу природы, мы в себя впихиваем то, что определяется, как структурный элемент, как чужеродный агент, который надо уничтожить. Поэтому любой аллерген – это антиген, значит, в тире ставим животные белки, высокомолекулярные белки, и вот, пожалуйста, а мы пичкаем, и детей по многу раз, ну, люди, а общество в целом. И все эти болезни стали, когда вот эти грибковые, в том числе, и проявления кожные, они были, конечно, всегда в той или иной степени. Но когда общество, нация начала потреблять, жить стали лучше, жить стали веселее, с времен 60-х годов, при Хрущеве, а дальше и так далее, как показатель уровня жизни, почему-то потребления мяса, молока, сразу эти заболевания пошли, полезли в гору в геометрической прогрессии. Ничего здесь удивительного нет. Поэтому говорят врачи аллергия, ну, совершенно не понимая, так сказать, о чем они, то есть они правы, но не понимают почему, и они что сразу, значит, ну, сразу они, так сказать, кортикостероидные и гормональные препараты, вот на зон там и прочее, дексаматозон, например, и прочие-прочие препараты, которые вот приводят к тому, что я говорил. Значит, так, теперь, ну, конечно, отводят еще заболевания, приписывают нарушению центральной вегетативной системы, да, там, например, парасимпатической части нервной системы, допустим, да, там, это все отчасти верно, но только перепутана причина со следствием. Вот этот вот момент надо учесть. Потом, при экземе возникает группа кожных заболеваний, там, серо-сиборийные, там, какое-нибудь профессиональное, это на разные препараты уже, но это уже ответная реакция организма как бы на раздражитель. То есть, если бы при равных прочих, даже эти факторы бы воздействовали, но иммунная система у человека была бы крепкая, силу его измененного питания, образа жизни, эти проявления бы просто не было, даже профессионально. И тому масса примеров. Масса. Значит, ну, значит, ясно, зуд кожи, там, какие-нибудь, значит, зуд и так далее, это все сопровождается, да, такими проявлениями, это понятно. Для экземы характерно, что еще? Ну, какие-то сопутствующие инфекции. Кстати, гайморит, танзелит, очень характерный. Хронический, кстати, запор, вот, это надо иметь в виду. У некоторых, особенно женщин, особенно таких полных, таких любящих молочный и хлебобулочный, хронический запор часто, как я уже сказал, значит, проблема в кишечнике, увеличивается температура, гниющие элементы. Для грибков это идеальный вариант, пища задерживается, а задерживается пища, значит, она является кормом для грибов, и вот замкнутый круг. И вот они выделяют токсины, продукты своего метаболизма, вот, лимфатическая система уже не справляется, и вот, пожалуйста, мы имеем то, что имеем в виде последней попытки организма как-то очиститься через кожу, наш последний барьер, через нашу уникальную, в том числе, ее можно назвать, и выделительной системой, в том числе. Вот вам картина, как говорится, маслом. Ладно, не буду я на этом долго сосредотачивать внимание, перейдем, так сказать, дальше, ну, единственное, что, ну, диетская экзема, ну, что тут можно сказать, все то же самое, говорят вот иногда, ну, а почему же вот ребенок, он только на грудном молоке? Ну, дорогие друзья, тут трижды права, Марва, в горшах он огонял, который говорит, дорогие друзья, с молоком, крупные лимфоузлы, легкие рядом, повышенное давление, когда, так сказать, накопленные очаги, всегда идет набухание, ну, понятно, я так условно, примитивно сейчас говорю, вот вам по законам физики, вот вам проникает в молоко яды гнойные, тем более, это все лимфосистема единая, его, и, пожалуйста, через молоко, организм матери пытается очиститься, ну, а ребенок пьет это молоко вместе с гнойными токсинами, антигенами, продуктами пентаболизма, и вот, пожалуйста, уже маленький ребенок, у него вообще этого быть не может, не должно, а если есть, все, с молоком передать, ну, конечно, плюс еще какие-то факторы внешней среды, заражение, там, значит, все не исключено, в больницах сейчас могут чем угодно заразить, так сказать, тут понятно, вот, ну, хорошо, ладно, да, конечно, все из-за питания мамы в период беременности, искусственного вскармливания, так сказать, вот если там, а если у мамы в период ношения токсикоза, какие-нибудь анемии, извините меня, так сказать, но это вообще быть не должно, это ненормально, ну, да ладно, это будут ответы на вопрос, если будет нужно, пожалуйста, так сказать, так, давайте идем, вот нейродермитик, атакный дерматит, да, типичные картины, значит, ну, что такое нейродермит? Хроническое кожное заболевание с такими частыми и перманентными обострениями, вот, причин, опять-таки, главное, мы знаем с вами, это, давайте называть это первопричина, то есть, первопричина это питание, образ жизни, который привел к этому, а дальше ослабление иммунитета, сопутствующие проблемы, например, наличие каких-то паразитов и так далее, может приводить к этому, ослаблять функции печени, например, печень, это вообще главная железа, и барьеры, фильтры нашего организма, если есть какие-нибудь там паразиты, анкилостомы, что-нибудь, ну, к примеру, или, так сказать, поражение определенными грибами, ну, вот, приходит к тому это, что постепенно обменные процессы нарушаются, значит, именно иммунных клеток тоже меньше становится, их синтезирует организм меньше, ведь многие плазменные белки крови, нужные в том числе для, так сказать, функционирования всего организма, именно печень синтезирует в том числе, а на нее первый удар приходится, ведь из кишечника кровь, богатая питательными веществами, или ядами в том числе, куда поступает 80% сразу идет напрямки к печени, ну, это я подробно объяснял на лекциях по печени и, так сказать, прочее, по поджелудочной и так далее, была такая у меня лекция, не одна, там я подробно расскажу, как все это происходит, или по кровеносной системе, я там повторяю, ну, в силу того, что кровь к печени, значит, и здесь это повторяется, я всегда в своих лекциях стараюсь говорить так, чтобы были вот эти очень четкие причинно-следственные связи, понимались, закономерности, чтобы в целую картину у каждого человека вот сложились, как говорят, как задорные пазмы. Так, и вот в чем заключаются, обычно врачи прописывают терапию, вот, касаемые нейродермитов, контактных дерматитов, ну, во-первых, антигистаминные препараты, понятно, противоаллергические препараты, значит, потом, то есть подавление иммунной системы. Дальше, препараты, которые нормализуют функцию центральной нервной системы, потому что воздействие на нее так активные токсины, в том числе от грибов. Дальше, назначают витамины группы В, А, Е, П, потому что они очень сильно расходуются. На что? А регенерация кожи, значит, витамин А, Е в больших количествах. Это антиоксиданты, поэтому, но сразу, друзья дорогие, вот синтетические витамины, я вам просто не буду сейчас объяснять, почему, пока просто поверьте, они опаснее синтетических антибиотиков. Лучше антибиотики применяйте, чем синтетические витамины. Вот не буду объяснять сейчас почему. Когда-нибудь вообще про витамины, потому что про это тоже никто, ну там говорят, ну синтетика, поэтому вроде и вредна. А почему не понимают? Про это я думаю, вообще отдельно сделать какую-нибудь, так сказать, лекцию. Теперь, вот, назначают ферментные препараты, потому что нарушается работа желудочно-кишечного тракта, местная терапия, мази, крема, ну мы знаем, с чем они, ну и физиотерапию, что, конечно, хорошо. Вот, значит, теперь, ну да ладно, теперь давайте посмотрим немножко вот про атопический дерматит, там, ну контактный дерматит, по сути, кстати, сейчас секундочку, да, контактный дерматит, я еще немножко, давайте на этом кадре скажу. Это как бы собирательный термин, на самом деле, воспалительных процессов кожи. А туда и острые, и хронические входят, они вызываются разными грибами. Ну, бывает простой контактный дерматит, это просто результат токсического действия химических веществ, то есть не всегда это воздействие грибов, объективно, правда, надо сказать. Ну, например, какие-нибудь там органические растворители, известь, сильная щелочь, сильные кислоты, химические, так сказать, какие-то другие, могут вызвать, безусловно, простой контактный дерматит, да. Тяжесть поражения зависит от, естественно, что за вещество, его концентрации, время действия на коже, но это и проходит, это можно лечить. Кожа обновляется, и, как правило, значит, это все. Но вот аллергический контактный дерматит, тут уже другое дело. Аллергия, вы поняли, это антиген. Вот. Ну, я, кстати, кому интересно, подробно объясняю этот механизм, как все это происходит. Вот, например, там, значит, как вот участвуют здесь скелетки Лангерганса, там, там, и так далее, у меня есть очень подробные лекции именно по грибкам, по кожным поражениям. Значит, сейчас у нас задача шире, поэтому я не буду, значит, додетально про все рассказывать именно в данный момент. Так, значит, ну, хорошо. Кстати, вот одним из, так вот, важных признаков является увеличение паховых, там, подмышечных, шейных, лимфатических узлов, да, вот это очень, еще раз говорю, лимфоузлы-барьеры. Здесь распространение идет по лимфы многих, например, вот грибковых поражений, например, черный дерматоз, вот этот популезный дерматит, есть такие заболевания. Вот здесь как раз, видите, знаете, как увеличивается, смотришь, а лимфоузлы увеличивают, или хроническое постоянное увеличение. Есть грибы в организме, это с этим надо бороться, время работает не на нас, надо это понимать, это серьезные вещи. Ну, дождитесь конца лекции, там я просто по полочкам все расставлю подытожен, но это нельзя делать раньше, пока вот это я вам не объяснил сейчас все. Поэтому слушаем дальше, да? Значит, так, хорошо, ну, есть еще экземы профессиональные, ладно, про это не будем. Что касается дерматитов, так, сейчас давайте, ну да, атопического дерматита, ну, давайте его. Значит, атопический дерматит, это, конечно, одно из самых распространенных заболеваний. Врачи считают аллергического характера, ну, я уже говорил, и правы, и неправы. Значит, но дело в том, что это не совсем правильный термин, хроническое заболевание. Это только лишь потому, что человек просто не меняет принципиально ничего в своей жизни. Ест паровые котлеты вместо шашлыка, единственное, что меняет, и пичкает в себя химией. Тогда, конечно, это хронический характер. Пока человек впихивает в себя токсины, и они, их не может вывести печень, толстый кишечник, через прямую кишку дальше, не может. То тогда, и уже подсажены почки немножко от препаратов, то, безусловно, последняя попытка – это кожа. Ну, вот, соответственно, о медике что говорят? Заболевание атопическим дерматитом является местным проявлением внутренних нарушений в иммунной системе, кстати. Это правильно? Вот. Только в чем эти внутренние изначально? Что такое антигены? Почему идет токсикоз вот этот? Даже если вроде человек никакой химических препаратов не подцепил, это же не только у таких людей бывает. Да. А потом начинаем выяснять, так сказать, особенно молочко, творог, так сказать, вот все пошло-поехало. Хорошо. Ну, ладно. Значит, атопический дерматит, кстати, идет очень часто, сопровождается параллельно с бронхиальными астмами. Астмами, ренитами. Вот. Но поскольку не понимают первопричину, лечат крымами, мазями, антибиотиками, а чтобы скорректировать питание, сделать очистку организму, ну, то есть вот эти самые кружки эсмархомагнезии и так далее, ну, плюс может быть гидроколонотерапия, и, конечно же, препараты, конечно же, натуральные, природные фитофунготерапии и прочее, и прочее, это они не хотят. Ну, ладно. Хорошо. Теперь, значит, диагностика проходит, понятно какая, это каждый врач знает, про это я про диагностику говорить не буду, определить, что конкретно, какое заболевание кожи, если есть, легко врачи определяют. После определения дальше становится понятно, что нужно делать. Ну, а общие принципы, как лечить атопический дерматит, это понятно, что специальная, так сказать, диета, которую врачи говорят, только если бы они еще говорили, что молочные нельзя, все гораздо было бы легче, лечилось. Вот. Но, тем не менее, принимать вот эти антигистаминные средства, которые устраняют зуд, значит, детоксикацию организма, это уже продвинутые, говорят врачи, ну, и дальше уже препараты разные, там, например, тимоген, там, и прочее, ну, тут уже пошло, понеслось то, о чем я предупреждаю. Есть ли альтернативы в виде крем, кремах мазей? Да, я о них расскажу чуть дальше. Есть, то есть сразу будет вопрос, ну, конечно, безусловно. Самые сильные аллергены, понятно какие. Из растительных, кстати, арахис. А вспомните того же профессора Кэмпбелла, которого сейчас один, выдающийся ученый современности, в очках такой, значит, коротко стриженный, как же его зовут, Цуцулин, академик Цуцулин, он наезжает очень сильно на профессора Кэмпбелла, разумеется, ну, кто такой Кэмпбелл? Это мы понимаем, с коллегами, с сотнями его коллег, это никто, поэтому, но, тем не менее, я скажу, что профессор Кэмпбелл очень серьезно в свое время изучал, и поехал-то на Филиппины изучать рак печени, потому что местное население очень много арахиса поедало, и было предположение, поскольку науке было известно еще 40-50 лет назад о том, что если арахис чуть-чуть неправильно хранится, активно размножается такой грибок, о котором мы сегодня с вами, дорогие друзья, еще поговорим, и это, значит, господи, черный астергиллус гриб, и выделяются афлотоксины. Так вот, ну, а они вызывают рак печени, да, это известно. Ну, ладно, хорошо, про это мы как бы еще с вами поговорим. Ну, а также соя, хотя тут дело не в грибах, а в том, что это просто очень сильный аллерген, потому что антиген. Но, конечно, она безопасна, в принципе, для тех, если она, конечно, не геномодифицирована и без химии, для тех, в умеренных количествах, для тех, кто, ну, так скажем, вот все-таки не потребляет животные белки. Вот, тогда да. Так, давайте немножко о профилактике. Это очень важный момент. Сейчас, одну секундочку, вот я, так, сейчас, да, ну, это еще мы, так вот, очень важно пару слов о профилактике. Всегда, если есть поражение, так сказать, есть больные, родственники, дети, семья одна, то нужно что соблюдать? Воздух, температура оптимальная для укрепления иммунитета, где-то 22-23 градуса. Влажность относительная, применение, ну, не менее 60, 65-70 процентов оптимальны. Значит, зуд надо снимать натуральными средствами. Это могут быть прополис, спиртовой раствор, крыма, такие, как там, веселка, шитаки, там, чага и так далее. Я об этом чуть дальше расскажу вам. Значит, из пищи все аллергены исключить, это понятно, иначе, ну, смысл какой. Потом, все, что касается перьевых, так сказать, подушек, шерстяных одеял, значит, ну, придется временно заменить, либо менять постоянно, дезинфицируя, либо менять на синтетические. Это может быть дополнительным источником, выделяются атомы, ионы, ну, атомы, скажем, выделяются молекулы этих веществ, которые, ну, и, кстати, там кожные, там и всякие клещики могут размножаться и так далее. И, тем не менее, источники пыли устранять надо постоянно, и постоянно дезинфицировать там пылесоси через воду. Есть сейчас такие, значит, новые технологии, значит, до там молекул забирают из воздуха пылесосы современные. Значит, и, конечно, парогенераторы, потом влажная уборка, и вот я говорю парогенераторы. Очаги плесневых инфекций, это швы различные между плентусами, в ваннах, там, линолеум обои у кого, ну, понятно. Значит, домашние животные, их надо следует изолировать при серьезных проблемах кожных, особенно если легочных, ну, куда-то передать, их дезинфицировать, они являются носителем, их шерсть и так далее. Значит, насекомые, ну, понятно, их быть не должно, всякие, бороться с ними надо. Химические средства, их просто необходимо убрать, порошки стиральные, моющие, химические, я имею в виду, клеи, лаки, краски. Значит, с этим не должен соприкасаться больной, ну, тем более ребенок. Значит, есть ли альтернативы? Да, кстати, а вот просто пользуюсь случаем, скажу, что вот буквально послезавтра, завтра пятница, в субботу будет грандиозное событие, веганско-сыроедный фестиваль, вот Сергей, может быть, потом пару слов об этом скажет, но в двух словах я просто, мы там тоже будем. И вот есть альтернативы, спросите вы, ну, есть у нас, например, серия, вот мы потратили, ну, такое количество времени, средств на это, и труда, создание серии, вот, натуральных, где только эфиры и масла природные, это мыла, шампуни, которые можно есть. Кстати, я хочу вам сказать, что если есть чего-то в пищу, нельзя этим на кожу, это вот золотое правило, нельзя наносить на кожу то, что нельзя съесть. Это просто человеческий совет. И, кстати, у нас есть три вида мыла, вот дегтярное, с чайным экстрактом чайного дерева, маслом, вот то самое, кстати, а я, да, тогда мысль-то потерял, не договорил, а чайное дерево, ведь это мощнейшее антигрибковое сырье, мощнейшее. В свое время, я занимался очень серьезной профессиональной аквариумистикой, были заболевания комбинированные, когда вызывались бактериями аэромонос, псевдомонос, ну, это туберкулез, по сути, и серьезнейшие, вторичные шли грибковые поражения у карпов кори. Ткани прогнивали до кости, позвоночник был виден, они живучие, жили. И вот был такой препарат, например, выпускаемый фирмой, ну, аквариум фармаситиклс, допустим, там в состав одного препарата, милофикса, входил, это экстракт австралийского чайного дерева. Я вам скажу, что я вылечивал, ну, определенными комбинациями, и главное действующее это вещество, у меня регенерация была полная до выживления и вплоть до вырастания на этих местах со временем чешуи. То есть, вот в природе, я говорю, есть то, что по силе воздействия, дорогие друзья, не сравняется ни одна проклятая химия. Ну, ладно, это отплёкся. Теперь, что касается дальше. Ни в коем случае никакой химии, запахов посторонних в этих местах не должно быть. Ограничить физические нагрузки только временно, пока человек, если тяжело, болен. Ну, что еще? Мягкие мочалки, кстати, из натуральной, вот тут уж точно синтетически использовать нельзя. Ну, и смягчать кожу, если растрескивание. А очень хорошие какие средства для смягчения? Во-первых, некоторые крема, о которых я чуть позже скажу. А во-вторых, ну, кокосовое масло. Например, органическое хорошее кокосовое масло. А если в кокосовое масло добавлять какие-то компоненты, а это могут быть напары, трав определенные, прочие увлажняющие компоненты, дополнительно не нужны, потому что кокосовое масло идеальный увлажнитель. Ну, а если уж про мыла говорить, то конопляное мыло и с экстрактом розы, дамасской розы, это самые нежные мыла, которые, так сказать, вот защищают, увлажняют кожу, по крайней мере, при растрескивании вот таких вот проблем. Так, постельное белье надо менять через день, через два дня при таких заболеваниях и дезинфицировать нещадно, дверные ручки спиртом протирать. Азонаторы, ну, желательно использовать, если есть такая возможность, в прихожих, так сказать, ну, вот, по крайней мере, в кладовках, там, где дезинфицируется или складывается на какое-то время до того, как вы отправляете в постирочные, в стиральные машины, либо там в прачечные отдаете у некоторых же месяцами или там неделями лежит белье. И это рассадник, инфекция, это опасно, но хотя бы в таких помещениях азонировать надо. Ну, и тем не менее, воздействие электромагнитных полей для такого больного очень вредно. Имейте этот телевизор, компьютер там и так далее. Ну, и влажные уборки постоянные, создавать вот ту влажность, которую я говорил. Хорошо. Итак, говорят, что атопический дерматит это заболевание, врачи, вылечить нельзя. Вылечить можно все, пока человек жив. Но если делать, действовать неправильно, конечно, вылечить нельзя. Ну, а теперь вот сиборийный дерматит. Вот этот грибок кожи головы. Проблема очень часто встречается в современной дерматологии. Значит, первой стадии, как правило, вообще без симптома не видно, человек не обращает. Ну, чешется там, ну, что-то там сковырнул, корочка небольшая, вроде все, ничего. Ну, а дальше иногда у некоторых это приводит к облысению. Ну, ладно бы к облысению, просто эти грибы, это верхняя часть, только мы видим, не всю грибнюйцу, не весь мицелий. Ладно, это потом подбольше, я вам поподробнее расскажу. Так вот, сиборийный дерматит, кстати, вызывается, например, фитороспорумом, грибком, запомните это название, потому что чуть позже я вам про фитороспорум скажу, и, например, такую вещь, что к чему приводит, не только к раннему облысению и прочее, а к очень серьезным последствиям, некоторым другим. Вот, но об этом попозже, не буду сейчас вперед забегать, это я вам вообще отдельную такую небольшую презентацию поставлю чуть дальше, расскажу про это. Значит, кожа, лоб, складки кожи ушных раков, верхней части груди, там, складки конечностей, вот все, что складки на коже, поражается, где влажность повышенная, любят влажность, сальные выделения кожные, вот все вот это, вот поэтому жирная более кожа у таких людей, как правило. Ну, и вот эти чешуйки, видя, значит, таких серо-желтых корочек, мы видим, значит, вот часто чешуйки, вот эти вот все, ну, понятно, значит, это для многих известно. В результате вот этого поражения, что происходит? Количество слоев эпидермиса, которых обычно 25-30, уменьшается там в 3 более раз. Кожа растет, делится неравномерно, не успевая пройти весь цикл, понимаете? И она отслаиваясь, слепаясь между собой, образует роговевшие вот эти частички, которые с жирами образуют вот такие чешуйки, которые осыпаются в виде перхоти. Поэтому перхоть – классический грибок фитороспором, знаете это. Зут и перхоть – грибок 100% всегда. Это какой? Надо изучать. Ну, если вот то, что я описал сейчас, тут, значит, с фитороспором все варианты, так сказать, ну, практически нет. Так, ну, хорошо. Значит, давайте так, сейчас я просто лишнее не хочу говорить, и поэтому смотрю тезисы, так сказать, чтобы, может быть, и не стоит даже. Ну, давайте, ладно, идем дальше с вами. Так, потому что это заболевание такое известное, достаточно. Теперь вот мы смотрим. Псориаз, вот, перешли, истребучий лишай. Ну, псориаз. Псориаз – это что такое? Чешуйчатый лишай. Вот характерные фотографии, воспалительное, очень серьезное кожное заболевание. Ну, проявление очень многообразное. Обычная форма, например, вульгарный псориаз, характеризуется таким, знаете, высыпанием плоских бляшек. Розово-красного цвета, такие от 0,5 сантиметров и более. И, как правило, покрыты серебристо такими белыми чешуйками. Это вот обычная форма. Эксудативная форма, например, отличается тем, что на вот таких вот псориатических бляшках образуются серовато-желтые, такие корко-чешуйки, да, так их назовем. Значит, теперь, ну, есть еще наиболее тяжелая форма псориаза, пастулезная форма. Так вот, это уже есть свои определенные поражения и глубинных слоев кожи, повсеменное распространение с некрозами и так далее может приводить. Так, значит, на суставах, кистей, стоп, вот везде это может быть, опять-таки, подчеркиваю, начинается всегда с тех мест, где крупные лимфоузлы. Ну, и побочные, так сказать, проявления, вернее, вот это вот поражение, это штота, слабость, головные боли, но это уже понятно, что токсикация серьезная. Вот, анализ общей крови необходимо делать, биопсию кожи обязательно надо определять, формул, стадию, ну, а дальше, значит, скажу вам такую лишь вещь, что главная опасность, то есть, чтобы не было псориаза, не надо пить молоко, значит, потому что диатезы, псориазы, вот сначала, знаете, диатез, потом экзема, потом уже псориаз. И, кстати, заметьте, что в блокаду Ленинграда, когда питание было никакое, когда не то, что, ну, молока вообще, сами понимаете, не было, не было никаких казеинов, не было мяса, так вот, псориазов не было. Это четкая характерная закономерность, и так оно и есть. Ну, хорошо. Так вот, помните, псориаз, еще раз, это всего лишь кожное проявление глубинных серьезных проблем, кишечных поражений грибком всего организма и так далее. Это так называемый, кстати, бывает синдром негерметичной кишки. Если есть такое заболевание, есть этот вид грибков. Смечение позвонков часто вызывается, и ослабление мышечной ткани. Причем дефицитом воды усугубляется это проявление. Курением алкоголем, ну, кто, так сказать, усугубляется. Так, ну, хорошо, ладно. Не буду говорить то, что врачи там советуют, цитостатики, все дела, что не лечится, что и так далее, только лишь временное улучшение. Все это лечится. Теперь вот отрубивидный лишай, ну, и грибков ногтей. Ну, пару слов, давайте все-таки острегучим еще, пару слов буквально. Вот потому что, аха-ха, предыдущий кадр. Так, вот кошечку видите снизу. Ну, это, в общем, все понятно, что передается через животных. Очень заразное заболевание, страшно заразное. Это грибы уже трихофотум, микроспорум. Вот в основном они. В зависимости от того гриба, каким именно вызван из этих двух видов, разделяется разновидность стригучего лишея, определяется элементарно быстро по анализам, по соскобам, по мазкам. Значит, ну, тут местная терапия в основном. И, тем не менее, значит, препараты допустимы местно, локальное, в том числе, если уж такая беда, и медицинские. Но при этом надо знать, что надо активно принимать препараты с гепатопротекторным средством, которые, значит, восстанавливают клетки печени, которые будут убиваться потихоньку, хотя на кожные покровы все-таки не такое воздействие, конечно же, как вы понимаете, когда внутрь человек что-то проглатывает, и тем не менее. Я советую расторопшу. Это классический вариант. Расторопши семена берете в кофемолке либо в мини-блендере, там размалываете, и по столовой ложке три раза в день до еды, от 10 минут до часа до еды. Ну, в зависимости от того, что вы еще принимаете или нет, запивая теплой водой. Три раза в день, месяца два, надо попить обязательно. Про гигиену и все прочее уже говорил, не буду вам повторять. Так, теперь, давайте посмотрим немножко про вот эти ветли шая и грибок ногтей. Значит, это дрожжевые грибки. Дрожжи ведь не те грибы, только которые хлеб пекут. Их очень много, дрожжеподобных грибов, в том числе фитроспорум, разных видов, ну и так далее. И вот как раз отрубивидный лишай в том числе вызывается этим же грибком или другими родственными. Ну и, как правило, локализация грудь, руки, спина, собственно говоря, вот характерно, вы видите, как это выглядит. Дрожжи-то всегда разные грибы, живут на кожных покровах, но пока кожа здоровая относительно, ну и иммунная система крепкая, и выделительная система нормально работает, этого, как правило, не, значит, проявлений нет. Ну а врачи потом, что те препараты, что я говорил, всякие, кетоконазол там и прочими, любят вот это вот, так сказать, лечить. Так, значит, принципы лечения. Я еще раз хочу подчеркнуть, просто самое главное, препараты, все прочее, это все потом, но скажу еще раз, это относится к гигиене, но в том числе не только. В период лечения необходимо придерживаться очень важных принципиальных мер. Это ежедневная смена при данных заболеваниях нательного и постельного белья, его дезинфекции с обязательным кипячением, глажкой, с отпариванием. Это просто обязательно. Но полезные в данном случае будут полезны в виде исключения, говорю, ультрафиолетовые лучи и даже солярий именно при данном виде поражений, да, потому что действительно ультрафиолет, хотя вызывает под кожу образование, вода распадается, дезинфицируется, образуется томатный, в том числе и активный кислород вредный, как являющийся, так сказать, свободно радикально, но в данном случае это имеет место быть небольшое воздействие ультрафиолетовым аппаратом, местным, например, точечной, с определенной дозой, выбранной врачом. Это допустим. Значит, ну только хлопчатобумажное или льняное нательное и постельное белье должно быть в этот период в идеале. Ну и соблюдение личной гигиены и после больного душ, ванны должны очень хорошенько продезинфицироваться. Так, хорошо, но тут ясно. Значит, грибок ногтей, тема понятная, заражение понятное, я это разберу чуть дальше подробнее, поэтому сейчас так подробно говорить не буду. Значит, понятно, что это передается через вот эти самые бани и прочие общественные места. Хрупкость, тут болезненность прикосновения, например, кончиком пальцев, ломкость, например, ногтей, когда они крошатся, как бы, да, или если идет такой, знаете, гной выделяется, это трупики грибов. Ну, нажатие, ну, бывает такое, только при кратке, знаете, припухлости, покраснение, вот, это все вот как раз показатель. Кстати, очень хорошо ванночки делали в данном случае с такими растениями, как с концентрациями, с экстракциями, душица, бергамута, допустим, там, например, ну, как вариант. Тут допустим и уксус в определенной концентрации, перекись водорода, а очень хорошо сиронокислую медь развести или в тазиках с медью, с предварительно прогрев в воду, отстоявшись в медном тазу, можно, так сказать, ноги полоскать. Ну, тут, конечно, вместе с травмами будет еще эффективнее. Ну, это так, это просто, я вам, так сказать, вот, к слову, мелочевка. Система методика, ведь она не только наружная, если даже наружные поражения, она и внутренняя. Это, это, это системный подход должен быть во всем. Только тогда будет результат не просто временный, а постоянный. Так, хорошо, но если крошатся ногти, опять вернусь, или шелушиться кожа стоп, там, это стопроцентный признак серьезного заболевания. Если не начнет немедленное лечение, там, ну, может развиваться и на пальцах, сначала на, там, больших, как правило, на больших, потом уже на других, вплоть до вот таких серьезных уже внутренних поражений, в том числе и, так сказать, мышцы, суставов и так далее. Так, ладно, а вот такой момент, скажу, если ноготь, например, становится неровным, на нем появляются волны, борозды, если ноготь желтеет, становится тонким, ломким, отстает от ногтевого ложа, да, то, скорее всего, это дрожжевые грибы, тут вариантов, так сказать, нет. Если белый, серый, вот этот вот светлый такой оттенок ногтя, такой белый, серый, край ногтя отходит, желтеет, вот это вот типичные, так сказать, понятные. Ладно, идем с вами далее. Ну, вот дошли мы до, в общем-то, до чего, до кандидоза, это уже глубокие микозы, глубокие относятся. Значит, плесневые дрожжеподобные грибы, они паразитируют на слизистых оболочках, в том числе внутренних органов, легких, пищеварительной системе, и при глубоких микозах, а кандида, это глубокий микоз, поражаются органы все, ну, могут поразиться все органы ткани организма, кстати, кроме, ну, кроме самих волос, мертвые ткани, самих волос, но все остальное может поражаться. Это и есть системный кандидоз. Ну, вот, значит, споротрихоз, хромомикоз, разные есть виды, названия, разновидности таких поражений грибковых. Ну, и в том числе кандида, причем не только абиаканса, кандидомикозы бывают разные, вот, поражаются, да, при астрогелиозе, например, кстати, при нем поражается в первую очередь бронхолебочная система, вот, ну, и так далее. Так вот, глубокие микозы вызываются вот этими дрожжеподобными грибами, да, ну, такими, как кандида, например, или плесневыми, значит, вот, и дальше мы видим некоторые из них, а некоторые не понимаем, но потом это приводит к серьезным, так сказать, последствиям, так сказать, так вот, что касается молочницы, ну, это понятно, что воспалительные заболевания, которые поражают и кожу, и слизистые, вы знаете, ну, женщины, по крайней мере, или знают, или слышали, но, как правило, то у всех белые выделения определенные, так сказать, вот это вот все, обычно белые творожистики, что касается других выделений, это другие, как правило, идут грибковые, либо бактериальные поражения, тут, как правило, белые, неприятный запах изо рта, при хронических кандидозах, так сказать, чистишь зубы, это бессмысленно, белый налет, значит, на небе и на языке, либо серый, это гнойные ангины частые, которые, значит, похожи, ну, как, ну, характерные, в общем-то, простудные заболевания, ну, и плюс еще воспаление носоглотки, горла, воспаление миндалин, белые фурункулы, когда вы, на миндальных, вот эти гнойники, язвы, повреждения языка, любые, вот такие вот, как вы видите на фотографиях, например, да, в том числе трещины, тут, конечно, огромное количество, чего могут советовать, разные те или иные деятели, но здесь, так сказать, начиная там от перекиси водорода, там масло душится, экстракт пихты и так далее, вплоть до там хрена, чеснока, прием пищи, все хорошо, но это не системный подход, не системный подход, нужно очищать лимфу ротовой полости, нужно, это есть упражнение, масло в рот человек наливает, утром языком так вот, буль-буль-буль-буль, минут 10-15, обычное подсолнечное, потом выплевывает белое масло, белое, это не только уничтожение, непосредственно выход активных грибков, еще живых, но главное их трупиков, но это очищение вплоть до лимфопротоков, через которые, кстати, огромное количество крови проходит в ротовой полости, а еще и слюны и железы, их работа улучшается, и, значит, соответственно, амилаза слюнная, фермент лучше работает, значит, пищеварительная система лучше, вот насколько важны, что такое системный подход, а системный подход, это не просто волшебные капли, я еще раз говорю, если вы хотите, селье, ну, в победе над, то есть укрепление иммунитета, победа над грибком, убрать его в латентную форму, или вообще уничтожить колонию, и это, соответственно, подход системный, где учитываются десятки вариантов воздействия, но об этом, так сказать, еще я потом поподробнее расскажу, так, значит, хорошо, а вот еще такой момент, если в анализах крови, много ацетонов в крови, кетоновых тел, а при этом у вас нет диабета, да, немного белка есть, может быть, уже показано, излишнее количество, так сказать, то есть, ну, это вот кандидоз, так сказать, да, грибки вообще, смотрите, где они живут, они в межклеточном пространстве, и они отбирают питательные вещества, клетки недополучают, ведь обмен веществ, в том числе, поставка в каждую клеточку нашего организма, кислорода, и поставка продуктов питательных идет, через межклеточное пространство, через полупроницаемые мембраны, а там грибки заселяются, это для них идеальная почва, они сидят и лапками отнимают, как те самые полипываются в море, видели, как проплываю, раз-раз своими лапками, так сказать, микрочастицы пищи, но то же самое, да, если кандидоз у жены обнаруживается, он же есть точно, можно не идти и не тратить деньги на анализы, лучше инфопродукт купить какой-нибудь полезный, вот, то есть просто в пустую деньги, а то вот сейчас, знаете, меня поражает, люди порой жалеют потратить на важнейшую информацию, там, ну, ну, врачам несут, не, ну, просто вот это, не просто, ну, абсурд, маразм какой-то, ну, и причем, зачем, что, ну, есть вещи сложные, я понимаю, но есть такие простые, причем врачи здесь меньше вас знают, меньше вас, так, хорошо, значит, итак, еще раз, кандидоз это состояние, когда дрожжевые грибки начинают активно размножаться, смещая баланс между полезной микрофлорой и вредной в сторону, вредной патогенной, ну, и, так сказать, вот всевозможные проявления в виде нарушения лимфостаза, выделения движения лимфы вообще в организме, обнаруживаются легко на темнопольном микроскопе, кстати, то, что я всегда говорю, делайте иммуноферментный анализ крови на антигены к антиотелам тех или иных паразитам, грибков, все правильно, но вначале пойдите, просто сдайте, ну, пройдите биорезонансное обследование, либо там по метану фоли, вам скажут, ага, это есть, это есть, это есть, не значит, что все это может быть, но потом вы хотя бы будете знать, что вам перепроверять на иммуноферментном анализе, когда все-таки за это надо платить деньги немалые, вот вам уже экономия и разумная причем, там уже скажут, да, пожалуйста, есть, причем есть схожие симптомы инфекционной природы, бактериальные вагинозы различные, трихомониаз, допустим, это вагинальные трихомонады, да, вызывается заболевание трихомониаз, но это уже, знаете, какие симптомы, это же такие желто-зеленые выделения излагалища уже, не белые, причем часто с таким неприятным запахом, зуд в области, но это зуд, он при разных вариантах бывает, неприятные ощущения там, и так далее, вот это вот пожалуйста, а трихомониаз у мужчин, знаете, какое, значит, вот проявление, это жжение при мочеиспускании, ну, и при контакте, так сказать, вот, понимаете, да, вот поэтому, да, кстати, знаете, что вызывает трихомониаз? Ну, трихронический простатит, там, вульвит, там, ну, и атрофический вагинит, это у женщин, соответственно, вагинальный герпес, это такие пузырьки с жидкостью, когда симптомы, как при простуде, ну, это, конечно, и вирусное, но вирусное это вторично, а тут виной вот это, значит, ну, и гонория, так сказать, может, бактериальная, это все бактериальные инфекции, не путайтесь с грибковым, но, тем не менее, это надо знать, понимать, что если белая кандида нет, значит, надо искать среди бактерий проблемы. Так, мазки анализа идеально все покажут в данном случае, если есть видимые причины, а то ведь бывают у людей, ну, вроде все нормально, ничего не могут понять, в чем дело, вот тут нужно бирезонансное обследование, понять, ну, а что еще может быть, вызывать хотя бы схожие симптомы, тогда можно понять, да, ну, хорошо, теперь, значит, это ладно, дети, конечно, кстати, особо уязвимы, тут надо иметь в виду, защитные, кстати, барьеры от грибка в организме, вот вы спросите, есть? Да, есть, желудочный сок, это вот некоторые умники, особенно сторонники эволюционной теории, наверняка, они просто используют эволюционную теорию Дарвина, когда пытаются оправдать естественность, как им кажется, и в чем они уверены, потребление мяса, на самом деле они просто оправдывают свои привычки и пристрастия, пытаясь обмануть себя, свою совесть, ну, и других заодно, чтобы не напрасно сидеть на стуле профессора, либо академика, и, так сказать, понимаете ли, не показывать другим, что они зря хлеб едят, так сказать, ну, вот, и тем не менее, желудок, он не эволюционно, а по сути это защитный барьер, в том числе, да, конечно, там есть трепсин, то есть, извините, пепсин фермент, желудочный сок, паш, там должна быть, он кислая среда, полтора-два паш, это правильно, это защитный барьер от попадания, вернее, не от попадания, а чтобы, если попадет, а с пищей могут попасть вирусы, бактерии, грибы, чтобы их растворить, их оболочки, уничтожить, поэтому, кстати, есть надо малыми порциями в идеале, а чем больше порция, с этим разбавлением желудочного сока, худшее переваривание, худшая барьерная защитная функция, потому что, так сказать, могут попасть уже в кишечник, дальше спокойно, носители, вот патогенные, легко, когда объем пищи, поэтому, так сказать, тут главная функция защитная, а это белки, их надо переварить, не потому что нам надо мясо есть, белки, белки, из белков вирусы, грибки, бактерии тоже из белков состоят, и защитная функция, главная, потому что пищеварение, основное, особенно если аутолиз, процесс идет самопереваривание, если пища живая, то тогда, соответственно, идет в основном в кишечнике, ну, правда, начинается, конечно, в ротовой полости, ну, да ладно, подробно, кто захочет, мои лекции по пищеварительной системе, посмотрите, я там досконально все разбираю, даже ПАЖ, кстати, в желудке, не во всех его отделах одинаковая, это тоже интересный момент, о котором не говорят многие приверженцы, вот это, так сказать, оправдать тем, что якобы желудок ПАЖ кислый, и фермент пепсин есть, значит, он создан для переваривания мяса, но это маразм, это просто, так сказать, подгонять под свои желания природу. Так, хорошо, не буду говорить, что врачи рекомендуют всякие отнистатинов, да там, леворолов и прочих препаратов, не надо это потреблять ни в коем случае, если хотите иметь детей, и хотите, так сказать, все-таки сохранить иммунитет и так далее. Так, а вот всякие спринцевания и прочее, хотя они, опять-таки, лишь местно решают временный эффект, да, начиная от коллоидного серебра до, там, коры дуба, когда берется, например, там, три части корной крапивы, например, две части, череда полторы части, лаванда одна часть, вот эта ложка сбора на 150 мл горячей воды 2 часа в термосе стоит при 70, а потом 2-3 чайные ложки процедить, концентраты этого, добавить 100, примерно 150 мл дистиллированной, либо после обратного осмоса воды, а можно туда еще ложечки 2 столовых коллоидного серебра добавить и этим спринцевать, ну, как вариант, хотя на самом деле при кандиде, вот у меня есть методики, это комбинация определенных трав и препаратов внутрь, в том числе грибных, это травы, это 5-6 видов, чтобы не было привыканий, адаптации, спринцевания разными травами, это примочки компресса, это ванны определенные, причем комбинируя по неделе, по две определенные циклы, зная, какие механизмы адаптации, просто это я, ну, разработал эти комбинации, это у меня в методичке есть, можно будет, так сказать, потом это, кто захочет, получить. Так, давайте идем, ага, стоп, перелеснул, микопло, а, ну, это, так сказать, ну, да, вообще, на самом деле, ладно, в двух словах, это смесь бактерий с грибом, это мутированная такая, ну, назовем так, ладно, по-дарвински эволюционная особая форма, на самом деле, никакой эволюции, я вам скажу, нет, все было создано, даже вот не буду говорить о доказательствах, ну, я отдельно когда-нибудь видеоролик сделаю, просто докажу, объясню популярно, что ничего, никогда ничего, в жизни ничего не эволюционировало, все абсолютно было создано и существует в неизменном виде, вот, ну, хорошо, так вот, устойчивость их велика, и это серьезная штука такая, урогенитальный миксоплазмоз, существует такое заболевание мочеволовой системы, очень серьезное, вот, и есть еще всякие гистоплазмозы, разновидности от заболевания, например, которые влияют на легкие, очень серьезные, грибом вызываются, кстати, ну, такими гибридными организмами, скажем так, вот, и, кстати, определить их, понятно, можно по посевам, по мазкам, и это все легко определяется в медицине, тут никаких проблем нет, вот, что касается, единственное, знаете, есть по показателям крови, можно посмотреть, ну, то есть, вот, скажем, по количеству нитрофилов, там, лейкоцитов, сразу по анализам, плюс мазки, будет понятен, значит, диагноз, что есть, что, и, соответственно, это можно будет принять меры, когда диагноз будет поставлен, как именно лечить, ну, потому что легочные грибки, там есть своя специфика, за счет постоянной влажной среды легких, достаточного количества кислорода, там есть свои специфические особенности, что и как лечиться. Так, немножко это другое уже, соответственно, да, что ж, давайте, общие принципы, ну, общие принципы лечения, в принципе, я говорил, я их скажу чуть позже, поподробнее, потому что мы сейчас перейдем с вами, дорогие друзья, ко второй презентации, но единственное, что хочу тут совсем кратко сказать, что отсутствие стресса, вот я тут про стрессы упомяну обязательно, потому что грибки, конечно, активнее развиваются, прям молниеносно, когда организм испытывает стресс, иммунитет просто придавливается, и действительно, это, значит, фактор, очень важный фактор. Все, что касается питания, понятно, но важно сказать и о продуктах, которые борются с грибками, как бы сами по себе, являясь дополнительным фактором, во-первых, хвоя, и вот хвойный экстракт, пихтовый особенный экстракт, это очень сильное средство в борьбе с грибковыми заболеваниями, чеснок, хрен, безусловно, клюков брусника, однозначно, причем вот в катках раньше на Руси, когда вот деревянные катки, сами понимаете, продезинфицировать абсолютно точно хорошо, это проблемный, даже если катка дубовая, дубильные вещества, это антисептики, и тем не менее, вы же туда органику поставляете, несмотря на то, что и соль есть, но капуста та же, плесень придет только так, особенно если томаты, огурцы, которые являются носителями многих грибов, так вот, ну спор, так вот, а если рябину, извините, подсказку вам такую очень ценную дам, по заготовкам, клюкву, вернее бруснику лучше всего, конечно, сверху, тонкий слой, буквально тонкий сантиметр, там меньше кладете, а часть процентов 20, жмете, ну чистой рукой, отжимаете в виде сока, и поливаете бруснично, сверху, создаете как попленку на поверхности, все, никаких грибков не пойдет, черемуха, кстати, очень мощное действительно средство, кстати, ну если мы говорим, там, кора муравьиного дерева, да, это в коралловом клубе продается, хорошее средство, но само по себе не панацея, вот тут я кошачий когут, ну это такая ляна тропическая, она просто укрепляет иммунитет, и в этом плане, да, хорошо, маточное молочко в этом плане идеальный, укрепляет иммунитет, ну, про масло чайного дерева говорил, да, кстати, да, имейте в виду, такой важный микроэлемент сера, это очень важный аспект, ну сера, это зеленый молодой горошек, кстати, он сейчас есть, и очень хорошо есть горошек, много серы, так, ну да, и ногти страдают от недефицита серы, это действительно так, цинкселен, вот, кстати, насчет цинка, ну, ешьте тыквенные семечки, в хороших, в больших количествах, оно и антипаразитарное средство, и, кстати, цинка много содержит, ну и меди, медицина, кстати, термин образован из двух слов, из двух элементов, медь и цинк, очень важный элемент, а, кстати, о, чуть не забыл, чуть не забыл, медь, наши ученые еще до революции обнаружили, ну, закономерность просто такую, что на медных рудниках у каторжников онкологии нет вообще, есть другие болезни, но онкологии нет, медь, ионы меди, неорганической обычной меди, чистой только меди, конечно, тут примеси опасны с оловой, примеси опасны со свинцом, когда говорят, печень поражается, ну, правильно, потому что не чистая медь, ну, что же люди такие, я не знаю, как это назвать, ну, вот, а чистая медь, есть марка М1, 99,9, или вакуумная медь, ну, это, так сказать, недостижимая высота, но М1, у нас, кстати, вот есть, почему я стал и делать, потому что больные кожными проблемами, или любыми грибками, я очень советую медную посуду иметь, ложки, вилки есть, или, допустим, чашка пить воду хотя бы, это большое дело, это колоссальное дело, вот, так что вот я советую, кстати, у нас на выставке будет тоже, имейте это в виду, пожалуйста, если есть такой интерес, то вот, так, а я сейчас, дорогие друзья, переключу вас на презентацию вторую, и мы перейдем с вами к тому, о чем я вас вначале, я думаю, заинтриговал, к очень важной, так сказать, теме, сейчас одну секундочку, я ее включу, найду, где она у меня находится, ага, вот она, ага, вот она, сейчас вы должны видеть перед собой такую зеленую презентацию, грибки, микозы и так далее, ну и переходим, помните, я говорил про петроспором, вот этот грибок, вот, кстати, на коже, а обратите внимание, вот нижнеправый кадр, лоб девушки, посмотрите, такие как бы фуликулы, такие плотные, конечные, остроконечные бывают, даже такие, знаете, треугольничком, вот такие вот прочные, как шкурка, очень для многих, сейчас я смотрю, характерно, это вот этот грибок, петроспором, это форма дрожжевого грибка, она, кстати, но об этом я уже говорил, инфекцию переносится в валисяные фолликулы, кстати, иногда демодекозом, клещом переносится, вот, кстати, почему, вот я поражаюсь, я многим говорю, точно, я знаю, что на консультации демодекоз, идут, а там, профессор, женщина, дерматолог, говорит, я лучше знаю, что вам обследуются, вы меня будете учить, ну, клиенту своему говорит, пациенту, значит, что, мол, что надо, это не надо вам там, и так, а потом только определяют, в платную клинику идут, да, есть, например, ясно, а эти орут, бывает и такое, ну, да, раннее облысение у женщин, кстати, очень часто сопровождается именно этим грибком, а, кстати, еще, как вторичное проявление, вот, когда шампуни, тоники, химические, ну, это вообще, так сказать, здесь еще больше волосы слабевают, вот, но если в хроническую форму перешло, то вот так же, кстати, лекарственные растения, извините, грибы, например, грибы, если уж мы гомофон, гетерапия, наука о изучении высших базидиальных грибов, это мухомор, веселка, есть очень хорошие спиртовые настойки, вот, если и не протирать, то это как один из тех методов, наряду с применением внутрь препаратов, там, разных грибных, трав, процедур определенных, значит, и так далее, очень хорошо, очень часто бывает, это грибок поражает у тех, у кого в организм в свое время попала ртуть, либо какие-то тяжелые металлы, и вот это закономерность, здесь, конечно, поможет гриб дождевик, экстракция его, потому что он выводит даже радионуклиды из организма человека, вот, это тоже вариант, но хорошо, значит, давайте дальше, значит, какой у нас там, да, вот, видно под микроскопом, как он выглядит, ну, так, вызывает, вот, пожалуйста, в том числе, утромевидный лишай, ну, мы говорили сегодня об этом, просто мы с другой стороны как бы подходим, я сейчас поясню, до чего я, собственно, подробнее хотел вот это вот объяснить, кстати, гриб кардицепс тоже укрепляет иммунитет, ну, вот на спине бывают такие очень серьезные поражения, а вот если мы говорим о трихофитных плесневых грибах, вот, пожалуйста, рубрум, да, одна из разновидностей рода трихофитных грибов, эти грибы, где бывают? На сырой древесине, в сырых помещениях, на мебели влажной, или увлажненной, или которая была увлажнена тканевая особенно, на кухнях, на кафеле, в банях, в саунах, в гостиницах, в банных отелях, почему я, например, лично очень брезгую, когда, ну, понимаете, когда видно, что к отелю относятся как вот чисто к бизнесу, то есть, ну, не соблюдают гигиену идеально, там, лишь бы так уборщицы наняты, убираются, но у меня у самого отеля, почему я просто говорю, я, ну, поскольку я человек очень не только брезгливый, но и понимающий, соблюдающий гигиену, я, у себя, например, у меня жесточайшая идет обработка, доскональная, каждого, так сказать, сантиметра поверхности, это очень важно, и есть биологические, натуральные средства, так сказать, в том числе, вот, некоторые из них я такие, как спирт перечислил, есть и другие органические, натуральные, так, ну, естественно, пар, горячая вода, температура пара, это идеальный вариант, хорошо, значит, начинается проявление, там, зуд между пальцами, и дальше вот кожные поражения, вы видите, какие могут быть, значит, а теперь внимание, вот фунготерапевты, а среди которых сейчас очень много онкологов, ушли в фунготерапию, понимая, что химию лучевой терапии можно лишь приостановить, и это очень хороший иногда метод, необходимый даже, я скажу вам, после операции, бывают операции необходимые, бывают случаи такие, но потом, если и это параллельно делать, например, с применением определенных травяных компонентов, грибных, высших грибов, например, полисахарит лентинан, который в шитаке содержится, который, кстати, заставляет, знаете, что даже делает? Даже вот фактор вот этот некрозопухоли вырабатывает и интерлекин-2, вот этот, ну, который онкологи знают, что это такое, и плюс заставляет макрофаги синтезировать большое количество перфорин, фермент, который просто растворяет оболочки раковых клеток. Вот это, никакая фарминдустрия этого никогда не достигнет, а это уже есть в природе тысячи лет, известно людям. По шитаке трактатов, например, по одному шитаке 10 тысяч диссертаций докторских защищенного, понимаете, что это такое по всему миру? Я думаю, что даже по онкологии, наверное, меньше. Ну, да, хорошо. Так вот, по анализу слюны можно установить латентную либо активную форму, а тогда принимать решение о виде лечения. Да, так я забыл сказать, что трихофитные плесневые грибы вызывают базилиумы и рак кожи. Да, дорогие друзья, рак кожи вызывают трихофитные грибы. Ну, хорошо. Значит, вот мы видим, иногда человек, когда вот получил поражение этим грибом, ну, где-нибудь пятка, а потом почесал и почесал где-нибудь около глаза, бывает вот такое, и уже идет заражение, так сказать, других тканей, да? Так, хорошо. Давайте посмотрим, что там у нас, ну, вот трескается кожа на стопе, вот, так сказать, грибок ноги, ну, вот ясно там. А теперь аспергилиус, тот самый родной, этого, это относится к плесневым грибам, где может быть мусор, растительные остатки гниющие, там, птичий помет, там, какой-нибудь, кстати, сладкий картофель, все, что сладкое в отходах, когда компосты, причем я поэтому советую добавлять сразу там Байкал-Восток, либо препарат, что лучше эры, это культура живых бактерий, которые, они подавляют грибок, знаете, почему грибки плесневые и дрожьевые, а потому что они просто поедают то, то, что сам грибок чем питаются, то есть они просто экологическую нишу занимают и не дают, вытесняют тем самым. Вот поэтому для садоводов-огородников, чтобы не подцепить этот ужас, я советую использовать, либо грамотно ввести отходы, утилизировать, ну, лучше всего просто использовать вот эти препараты, которые вам еще и плодородик очень быстро сделают. Ну, а часто после вирусных инфекций как раз аспергилус особенно поражает. Ну, и что он поражает в основном? Ну, бронхолиогичная система, кстати, он вызывает онкологию именно легких. Рак легких. Так, теперь, значит, дальше идем с вами. Мы с вами сегодня говорили, да, вот, кстати, пожалуйста, животные переносят, попугайчики порой поражаются. Вот угол комнаты, видите, как это выглядит, чашка Петри. Ну, и здесь, конечно же, вот кукуруза, вообще сладкие фрукты и овощи очень сильно им поражаются. Вот, пожалуйста, вам как проявление уже очень серьезное, когда идут некрозы. Это серьезные поражения, здесь, так сказать, нужно принимать серьезные меры. кандидов, мы сегодня о них говорили, вот вам, пожалуйста, когда делается колоноскопия, когда видно колонии грибов, все говорят шутки, вот, пожалуйста, никакие не шутки, никакие не преувеличения. У детей кандидоз, вот язвочки во рту, прочее, пожалуйста. А теперь внимание, все, что я говорил, это хорошо, но теперь особое внимание, почему я так просил серьезно к этому вопросу подойти, что вы знали, по крайней мере, я считаю своим гражданским долгом предупредить, вы уже решаете сами, как бы. Так вот, кандиды вызывают, например, и это доподлинно сейчас известно, онкологию молочных желез, женских половых органов, мочевого пузыря, а у мужчин тоже мочевого пузыря, и еще рак половых органов, вот таким вот образом. Значит, ну, еще рак слизистой полости рта, то есть там, где колонии максимально развиты, понимаете, какая штука, вот так, причем есть процентное соотношение, то есть высчитано, так сказать, все даже вплоть до статистики, это все есть, я говорю, почему очень многие онкологи уходят через фунготерапевты, я два года подробно подряд последний изучал, бесконально это науку, разумеется, я знаю еще не все, здесь порой сто лет мало, чтобы изучить все грибы и так далее, но сейчас я не только вижу закономерности проявления, а вижу, какие резкие идут изменения даже при лечении рака, а рак – это грибки, это колонии грибов, потому что любая теория вирусная, там, свящево-трихомонадная теория, вот, с одной стороны, разбиваются в пух и прах, логично, когда начинаешь понимать, как реагируют грибы, и, соответственно, раковые опухоли, точно так же, на любые воздействия препаратов, на отрезания, на облучение, на любые манипуляции, аналогично, если понимать, что это перерожденные просто грибы, то начинаешь понимать, и когда подбираешь методику лечения, да, на эти вот анализы крови улучшаются моментально, а с онкологией, кстати, первым делом, надо каждый месяц при лечении делать анализы крови, если методика верна, через полтора-два месяца, когда пик воздействия того же фермента, извините, полисахарида, лентинана, например, происходит из гриба шитаки, ну, предположим, или компоненты лечебной грибы веселки, уникальные, которые известны русичам, еще были с древних времен, еще в церковных книгах про 12-13 века монастырских, подробно про эти грибы сказаны, про лечение, это, кстати, к тому, что, так, ну, для прикола скажу, стервигов, конечно, молодец, он любит, раньше рака не было, ну, это, ну, ну, вот ахинею такую нести, это, так сказать, да, в таком масштабе он прав, не было, в сотни раз меньше было, но был, это описывают в своих книгах и дворяне, в том числе, так сказать, было ли у крестьянства, редко, мало, ну, потому что знали те, были, обладали люди природными знаниями, вот недавно у меня есть такой ролик, посмотрите, у меня сайты найдите, это просто, ну, это называется, знаете как, про долголетие, у меня уже три лекции, очень, кстати, там, знаете, такой системный собран подход, серьезный, статистический, по реально, сколько жили люди на Руси, почему, анализ там идет, но вот я был в Красногородском, вернее, был у себя в Пушкиногорском районе, в Велье городище ездили, и там с одним местным жителем, и краеведом познакомились, он дает книгу о Красногородском соседнем районе, там были старообрядческие деревни, эти люди, почему и Филиппова тоже пишет постоянно о Апочкинском районе Псковской области, а вот там как раз и есть Красногородский, Апочкинский, вот эти, и они были хранителями этих древних знаний, в том числе о грибах, и гриб веселку принимали постоянно, онкологии не было ни у одного человека, вообще, кто принимал, ни попелом, ни миом, ни кист, но дело в том, там нюансы еще свои есть, так вот, и среднее, и вот люди, 10% населения деревень, 10%, примерно 10% населения деревень, то есть, что примерно в 25 раз больше, чем на острове Окинава, а про это все кричат, а про это нет, жили больше 100 лет, и вот посмотрите мой ролик, я думаю, он вас очень порадует, на все есть, еще раз говорю, дорогие друзья, причины, следствия, на все абсолютно, так, ну ладно, идем с вами дальше, вот интересный гриб, да, кладоспориум, давайте про него пару слов, он обитает в почве, значит, на пищевых продуктах, огурцы, немытые холодильники, что просто недопустимо, это прям, я не знаю, что за это надо сделать, со своей второй половинкой, если кто-то ленится, это просто, ну, преступление перед семьей, пищевые продукты, сырые, так сказать, оконные рамы, где конденсат, где плохая вентиляция, либо, так сказать, включается, а потом вот она, допустим, вот кондиционер для машины, если часто не дезинфицировать, либо нет, хотя бы, знаете, как надо, открыть кондиционер, включить, открыть все четыре окна, двери, и пусть там 10 минут поработает, уже, а то вы включаете, и у вас все это идет, окно влетки, и вот с плохой вентиляцией, то да сего, в общем, попадает в организм, понятно, тут вариантов много, ну, что вызывает, да, значит, сейчас я вам, да, ну, начиная от простых, спонтанных насморков, как раз говорят, простудился, да не потому что ты простудился, потому что грибок занес через тоже кондиционер, там, машины, либо это, вот почему, моментально занес, он начал активно уже размножать со скоростью света, ну, я условно говорю, экземы, дерматиты там, но это-то ладно, доброкачественные опухоли, папиломы, сопровождаются всегда в присутствии этих грибках, хотя это папиломы вирус, вирус папилома мотоз, тем не менее, плоские родинки на коже, значит, есть этот грибок, а это почва для других более серьезных патогенных грибов, аспергиолез, потом идет фузариум, и дальше онкология, вот вам логическая цепочка этого дела, значит, теперь, что касается фузариума, так, ну-ка, а вот он как раз, поражение, опять-таки, вот, и овощей, и фруктов, место обитания, компостные ямы, листья павшие, гниющие, ботва, помидоры, помидоры вместе с теми, что вот мы знаем, фициспороз, все, и это есть тоже, но кукуруза, помидоры, арбуз, рис, это вот бахчевые поражаются, и это вызывает аллергии, но это ладно бы, это саму к себе не страшно, как бы, да, но тем не менее, тут проблема-то в другом, эти грибы вызывают, а не только грибковое поражение кожи, да, но аденому простаты у мужчин, и фибромы, и фиброаденому у женщин, а также все варианты онкологии кишечника, например, предраковые стадии, это полипозы, адоматозный полипополит, например, рак прямой сигмовидной киршки, и это вызывается, именно запомните, вот этими грибами. Почему я говорю, что лекции, это, ну, как бы ее назвать, ну, очень важно, я так полагаю, но это вам решать потом. Значит, так вот, да, есть препараты, безусловно, комбинации грибов и трав, определенный вид питания, уколотобра жизни, специальные, так сказать, если женщины, определенные сферы, так сказать, то тут спринцевание, примочки, прочие, ванны, компрессы и так далее. Это все, так сказать, в комплексе. Теперь, давайте еще вот что, сейчас, ну-ка, что там у нас? Оно вот, разновидностей, их очень много, они определяются, разумеется, мазками, чашки Петри, посев, а, кстати, на полянах, и вот газоны, вот порой часто поражаются, это вот фузариум, поэтому, что тут, ветер подул, огород весь поражен, да он есть, вот клубника там, но, кстати, это другое, это уже батритис, да? Я не буду говорить про другие, например, улокладиумы, я про это говорил в методичках своих, то есть, вы потом, кто захочет, сможете это все получить. Значит, черный пикокум, я сейчас не буду про это говорить, я вот про вот этот батритис скажу. Почему? Я хочу вам акцентировать один момент. Помните, кто-то часто, а, меня такая вот любит, да и вообще любит, знаете, нас, нашего брата, вегана сыроеда, подкалывать так, знаете, искать причину отмашки, ну, найти себе, отдать свой кусок мяса в своей тарелке, и поэтому любит там, а вот Стив Джобс, миллиардер, что же он был веганом, и у него рак поджелудочной железы. Кстати, таким умником я скажу, да, у него рак поджелудочной железы, кстати, он прожил, так сказать, там, по-моему, 6 или 8 лет, рак это тяжелейший, серьезный, а причина-то в чем? Самого высокого уровня академики-доктора порой погрязли в своих стереотипах, они свято верят там, они лечат поджелудочную железу, пытаются, а как ее лечить? Она сама только регенерируется может, ее никак-то, никакими веществами, а что они, понимают, что это батритис? Нет, не понимают. Веганы могут через помидоры заразиться? Могут, и при стечении обстоятельств, например, постоянные электромагнитные поля, еще какие-то проблемы, вот вам и не повезло кому-то, и перешло в активную форму. А, кстати, в Древней Персии фунготерапевты, а наука эта древняя, у нас на Руси, кстати, даже город был, на Дону, который вот волхвы изучали, подробно и передавали знания по фунгофитотерапии, ну, говоря, современным языком знали, что грибы – это, так сказать, лекарство, это уникальный мир целый отдельный. Ну, так вот, батритис вызывает рак желудка, рак пищевода, и, внимание, рак поджелудочной железы, а еще рак крови, так, для интереса. Ну, и полипы. Всевозможные полипы во всех местах, в том числе в редких, таких, как желчный пузырь, хотя сейчас и там полипы чистые, это вот это. Значит, тут я сразу подскажу, что без гриба веселка просто бессмысленно. А лечился товарищ Стив Джобс веселкой? Нет. Нет, даже вот без вариантов. Ну, я не знаю, кто захочет копать, есть какие-то врачи, могут проверить там, попытаться найти, нет. Ну, то есть, еще раз говорю, все эти фантазии, вот понимаете, в чем, давайте так, у нас с вами нет клыков, нет зубов, вот я вам с точки зрения биохимии, но ведь еще правильнее, вот мне, кстати, понравилось, Сергей, молодец, последние свои 3-4 ролика, я прям радовался, тоже ржал, я об этом говорю, но просто в больших длинных своих лекциях, он правильно, маленькие отрывочки сделал, сказал, вот про этот маразм человеческий, ну, давайте так, без всякой биохимии, ну, поймите, ну, есть у нас клыки, есть у нас челюсть нижняя, почему-то имеет свойство влево, пора вращаться, то есть, короче говоря, все анатомические, фарморфологические, биохимические процессы говорят о том, что мы с вами плодоядные существа, но мы никакие уж точно, не хищники уж точно, никакие мы с вами, там, не всеядные, есть-то можно все, но сдуру можно и в петлю полезть, или там с моста прыгнуть, и что дальше, так что это, вот, ну, что ж, дорогие друзья, давайте так, я так полагаю, что сейчас вот что нужно сделать, я попрошу Сергея, если там Дмитрий, Сергей, вы на связи, поставить ссылочку, в чат, да, я на связи, а, давайте поставим сейчас ссылочку нашим зрителям, то, что сегодня, вот, я хочу, и мы предлагаем им возможность приобрести, кстати, тоже сейчас должен зайти, хочу на эту продающую страничку, так, мне бы вот ее прислать, было бы совсем здорово, а я вам сейчас ее пришлю, давайте, а на скайп, можете в скайп кинуть, сейчас, откроем, я пока, да, еще скажу, значит, смотрите, дорогие друзья, то есть, вот, что касается грибковых поражений, мы же говорим не только о коже, да, вы теперь понимаете, вот сейчас, я надеюсь, уже понятно, насколько мир грибов огромен, среди нас грибки есть, в Антарктиде все, и это не страшно, если бы не те факторы, которые бы не приводили к ослаблению иммунитета, эти дополнительные факторы, которые мы в своей жизни не учитываем, а сейчас появились в последнее время дополнительные, но главный из них, вы поймите, вот, например, японцы, 300 лет законодательно было мясо запрещено есть, кстати, не по причине того, что они хотели и не ели, им в голову это не приходило, кстати, доказательства, одно из доказательств, та книга, которую вот мой один знакомый привел, а я ее в одном из роликов своих показываю, нашли мне, прислали добрые люди эту книгу, и там описывается, как японцы, европейцы в начале 19 века, когда вот стали посещать уже Японию достаточно часто, как идиотов, как варваров какие-то, японцы на Европе, что они едят трупы животных, не ели, но чтобы браков не было с японками, вот на законодательном уровне это было запрещено, ну, еще там с 16 века. Молоко, когда военные базы первые в Окинаве и прочих японских городах, там американцы стали, значит, ну, а дальше американцы, завоеватели, Запад, ну, молодежь проявляет интерес, а дальше это чистая психология, хочется попробовать, что они едят, дальше это в наркотическую зависимость переходит, и стало молоко появляться, никогда молока не было. У японцев поэтому, хоть и были единичные случаи, ну, были, грибковые, но у них, и они, кстати, молодцы, не потеряли эту науку, фунготерапию. Онкоклетки каждый день в организме человека образуются, но иммунная система пока борется, пока когда-то приходит конец, именно поэтому каждый второй в Сингапуре, например, имеет онкологию, каждый третий в США, и уже у нас в России просто повальная, просто повальная, я смотрю, это просто что-то страшное. Вот, дорогие друзья, есть возможность, но огромные шансы, огромные, не имеют этой проблемы, это профилактика, потому что грибы, и посмотрите обязательно мою лекцию по грибам, их у меня несколько, по онкологии три, и вы просто все поймете, я там просто все рассказываю, как что происходит, и вы, думали, что все-таки причина онкологии, вот, например, вирусная, потом вот другая, и как все это легко, вы сами поймете, откуда, как говорится, реально растут ноги, а что вирусы всего лишь идут, как вторичные спутники, потому что они тоже паразитируют на ослабленной клетке, вот и все. Что ж, переходим с вами теперь, так сказать, наверное, к ответам на вопросы. Вот кто-то тут написал, что как же быть, если они рядом повсюду, постоянные лечения, да не лечить, давайте так, да вот просто примитивно объясняю. Вот фермент перфорин, который макрофагии на себе несут, на своих внешних оболочках, и они растворяют раковые клетки. Каждый день раковые клетки образуются, но иммунитет когда-то борется, и вот лет с 30 этого фермента, хотим мы того или нет, становится меньше. А еще, если мы прожигаем свою жизнь, высококалорийная пища, высокомолекулярные белки, токсичные отравления, то его меньше и меньше в раннем возрасте, сейчас уже с 20 лет и раньше, то есть, когда раньше нехарактерные болезни были, ну скажем, так сказать, понимаете ли, ну даже в 30-40 лет, сейчас у детей уже есть. Поэтому, тут Марва Гошака огоняет, просто я часть вещей говорить не хочу, но тех, что уже много раз на конференциях говорилось, посмотрите вот ее классические лекции, что она, или я там в своих ранних лекциях это все рассказываю. Вот, поэтому не надо так подходить к этому вопросу. Достаточно для профилактики два раза в год пропивать, вот я классическую схему говорю, водорастворимую шитаке, конечно, более дешевая масляная форма, но она менее эффективная, потому что фермент вот этот полисахарид, извините, полисахарид лентинант, он в концентрированном виде, в 100% почти чистом, содержится в водорастворимой форме. Поэтому по пакетику два лучше три раза в день, месяц хотя бы, и веселка водорастворимая хотя бы по одному пакетику два раза в день, при этом еще рейши два раза в день по две капсулы, это тоже гриб такой, и почти гарантия, что два раза в год так всего лишь будете делать, ну а в середине года или там в межсезонье, ну чагу пейте вместо Иван-чая, или с Иван-чаем, или вместе со зверобоем, например, чагу завариваете, ну только максимум 65 где-то градусов, и в термосе экспозицию на ночь делаете, и она черная такая хорошая, где-то грамм 50 сухой чаги на там литр воды нормально, и месяц пейте чагу, два месяца, ну это несложно, вместо чая вкусная, хорошая, так сказать, со зверобоем вообще сказка, и уже почти гарантия, не волнуйтесь про грибки, нет, конечно, если у вас нет черной плесени на обоих, естественно. Так, эко, эко, икси, что-то такое-то я не знаю, попеломы на теле, ну по крайней мере не понимаю, сейчас о чем написали, на теле грибок, так, попеломы на теле, нет, 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 значит, смотрите, внимание, иногда при определенных видах паразитов, и особенно при тех грибах, я называл их, они сопровождаются, то есть как маркерные курсы, что если попелома, скорее всего, есть предположение, есть такой-то грибок, попелома – это вирус, но всегда она ослаблена в иммунитете, всегда, это вещь такая, онкогенная, кстати, есть четыре вида онкогенных вирусов, попелома вируса, пштейн-бара, герпес шестого типа, и цитомегаловирус, который, кстати, в печени сидит, а тут надо это понимать, вещь такая, серьезная, нет, чайный гриб ничего не убивает, это нет-нет-нет-нет, чайный гриб – это совсем другое, полипоза желчного пузыря, я, значит, по полипам желчного пузыря есть методика, но если грубо говоря, а я вам советую, знаете что, ну, конечно, это отдельный инфопродукт должен быть, у меня есть, по-моему, по полипам, но здесь, по борьбе с грибками, это важно, я советую вам взять сегодняшнюю вот эту по акции, но я вам скажу, значит, первый месяц это комбинация такселка, шитаки и рейши, на второй месяц рейши меняете на мейтаки, по две капсулы два раза в день, а веселка и шитаки лучше по одной капсуле три раза в день, до еды, между каждым приемом гриба 10 минут паузу примерно, запивая воду, до еды, обязательно, а еще свечи, шитаки и веселка ректально, ну, то есть в анальное отверстие, на ночь водятся сегодня, например, шитаки, завтра пропуск, послезавтра веселка, послезавтра пропуск и так далее, чередуется курс свечей по 10, но лучше по 20, по две упаковочки, значит, вот это раз, дальше противоопухолевый сбор можно, можно специальный, так сказать, можно даже, знаете, что делать, в принципе, иногда этого достаточно, на кончике ножа на ночь, горькую полынь, да, вот, принимать, и чагу потом пить, после двух меря сказал, но полипа это дело такое, это не обязательно, 2-3 месяца, это 3-4 месяца, иногда 5-6, бывает, что у человека уже руки опускаются, потом продолжает все-таки, заставляя себя и уходят, это не, но у сыроедов-веганов, если вот на этой питании все-таки придерживаться быстрее, гораздо быстрее, нет, дорогие друзья, шитаки в сыром виде, это фермерская форма, которую американские селекционеры, ученые создали, и это совершенно никакого отношения к шитаке, который является лечебным грибом японским, но вот есть в Китае фермы, например, в Китае, в Корее есть, где на каштановых поленях, только на каштановых, 2 года, не ускоряя этот процесс синтетический, выращивается этот гриб, медленно-медленно, и вот только он является лечебным, а это полисахарид, это кристаллический порошок, получаемый, кстати, знаете, что самое интересное, способом до 38 градусов, вот еще вам подтверждение, фунготерапевты прекрасно знают, что только грибы, не прошедшие термообработкой, являются лечебными, вот вам еще одно доказательство, любым ученым-придуркам, ну, например, там, врачам, почему врачи, они начинают, например, фукус 40 лет, уникальную вот эту бурую водоросль, из нее выжать вот эти вот уникальные минералы, все, которые есть вот в плазме крови, ну, должны быть море, морская вода, все, они есть в этой водоросли, ну, клетчатка, оболочки не перевариваются, организм в человека, или минералы эти не поступают в организм, ну, там, один процент, 40 лет думали, решили бы проблему сразу нехватки минералов, как это сделать? Это смог один ученый в России сделать за 40 лет, когда он смог без температурным методом, там, СО2-экстракция определенная и так далее, мы с ним лекцию, то есть запись сделали из наукограда Пущина, у меня есть такое видео, можете посмотреть, это прорыв, вы знаете, что, например, в Англии ввели должностное лицо, в Великобритании, чиновник, госчиновник, это серьезно, только это по телевизору не показывают, хотя это за это Нобелевскую премию надо давать, который закупает, следит за закупкой фукуса для клиник по желудочно-кишечным проблемам в Англии. Ну, вот так. Так, также, это только куча вопросов охватить. А вот гепатит, ну-ка, ну-ка сейчас, хотя это, подскажите, что лучше потреблять при гепатите, автоиммунной гепатите? Так, друзья, минуточку, сейчас мы восстановим связь. Юрий Андреевич подключается. Да, информация действительно бомба, могу сказать. У меня, например, у дочери, у нее врачи поставили диагноз атопический герматит. Совершенно непонятна для меня, если честно, причина, но, тем не менее, вот, пожалуйста, чего только не делали. Поэтому, да, информация сегодня, конечно, это просто бомба. Вспоминаю очень часто в такие моменты еще своего друга, одноклассника. Мы с ним знакомы еще со времен школы. у него сильнейший просто псориаз. Сильнейший. То есть, у него поражение тела в какой-то момент, когда ему было годы 23, наверное, 24, у него прям началось что-то, невообразимость организма творится. Сейчас вот ему 35, и, в общем-то, он поражен весь. Но там строгое неприятие моего образа жизни, вегетарианства, молоко там присутствует вообще постоянно, на завтрак, на обед и на ужин. Вот, пожалуйста, результат. Да, да, да. Ох, дорогие друзья, извините, но это действительно у меня, видимо, что-то, потому что вообще такого не было очень долго. У меня прям вот не ожидалось, что такое будет, но ладно. Так, я боюсь, что красные родинки на теле это гемогиомы, это с печенью проблемы, скорее всего, там может быть цитомиоголовирус разный. Так, курс лечения и прочее. Вот очень много вопросов про где грибы, где прочее. Я боюсь, что про это как раз последнее, что я говорил, значит, не было слышно, скажу вкратце. Я активно в последнее время сотрудничаю, просто, можно сказать, вынужденно и не жалею об этом с Центром фонготерапии Филипповой. Препараты, у нас партнерская с ней работа, и эти препараты у нас по одной цене. Если вам удобно будет, пожалуйста, можете у меня взять, можете у нее. Значит, что я вам скажу? Прайс мой на сайте надгар.ком, там есть по лечебным грибным препаратам. Посмотрите, свойства там тоже указаны. Конечно, не обо всем, тут нужны либо консультации, либо, еще раз говорю, дорогие друзья, все, что касается грибов, все, что касается грибковых поражений кожи, я специально сделал дополнительный, вот этот третий, новый, он называться будет мини-инфопродукт 13, а сегодня номер 3, там вот, где я вам показывал по ссылочке, там как раз методики лечения всех грибковых, вот этих дрожжевых плесневых грибов с помощью, в том числе, высших боздиальных грибов. Как вы поняли, почему я с этого и начинал? Что единственное, к чему они не могут приспособиться, это к действию тех природой или богами созданной высших вот этих грибных препаратов, ну, грибов, которые вырабатывают определенные грибные фитонциды и полисахариды, в частности, вот тот самый лентинан, например, фермент шитаки, извините, полисахарид, который заставляет вырабатывать фермент перфорин, вот как все, про что я говорю. Так, теперь, так, 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 тут есть вопросы не прямые, не касаемые темы к травам. Значит, вот что касается трав, подробно, в том числе, входит лечение травами и травами и примочки, и спринцевание, и потребление внутренней настойкой отваров трава, трав, это в базовом, номер 8, он у меня называется, а в данном предложении, ну, по которой мы в ссылочке с вами заходили, на продающую страничку, это под номером 1, вот там базовый набор, там все о травах, все-все-все-все, там полностью в том числе. Так, нет-нет-нет, кислородные экстракты, это все не наша тема. Значит, смотрите, по специфическим вещам, когда там вот с лимфоузлами проблемы, я вот вижу, просто девушка несколько раз пишет, пожалуйста, напишите потом, я вам индивидуально отвечу, напишите мне на почту мою, ну, найдете в блоге, напишите, хорошо, потому что сейчас, ну, как разобраться в том, что вы пишете. Так, прыщи черные точки, вот, ну, я же говорил, если вы внимательно слушали, подробная методика по черным точкам, прыщам, как раз есть в номер 2, сегодня, который бонусом я как подарок даю, инфопродукты, она туда входит подробно, то есть, просто сейчас лучше рассказать о том, ну, что-то действительно, так сказать. Так, теперь, кисты на шейке матки у девушки тоже грибковые, конечно, кисты тоже грибковые, заболевания, кисты лечатся легко, по крайней мере, женской половой сферы, все кисты легко лечатся, ну, от 2-3 месяцев до полугода лечатся однозначно. Изначально там тоже применяются такие, в том числе, грибные, я не верю сейчас, тут нужен очень хороший трояной. Его лекарь Бадмаев еще до революции состав подобрал, ну, не сам, он там на основе древних знаний, он, у него была огромная библиотека по древних манускриптов и так далее, он подбирал этот сбор. Он, кстати, кисту вылечил комбинации гриба-веселки еще несколькими грибами, и вот этим сбором нашу последнюю царицу, у нее была серьезнейшая миома огромного размера, после того, как она девочек всех родила, а цесаревича Алексея еще не было, вот она потом родила, то есть он ее вылечил. В частности, вот этот сбор, он тоже есть в прайсе по фомиотерапии, хотите, пожалуйста, но обязательно грибы нужны, такие как веселка, митаки в данном случае обязательно, шитаки и свечи. И еще опаховую область натирать кремом веселка. Так, про разоцелию не буду, это долго, а подробно она разобрана, лечения в том инфопродукте, что сегодня предлагаем. В цариазе то же самое, потому что, если говорить о цариазе, здесь нужно перечислять, комбинировать 5-6 методик, которые надо одну за другой выполнять только по обработке кожных покровов пораженных, то есть разными. В том числе, я рассказываю, как, например, сделают саму крема в основе кокоса ума, с добавлением различных экстрактов трав и там пропориса того же и так далее, и так далее. Вот я прямо про это там тоже рассказываю. Так, так, что еще? Иммунитет как повысить? Перестать потреблять животные продукты, снабжать, давайте об этом, надо снабжать организм всеми минералами. У нас самый большой дефицит в микроэлементах, начиная от йода, серы, там, до лития и кремния. Потому что нет этого в продуктах питания современного в том объеме, в каком было еще 50, тем более 150 лет назад, потому что сельское хозяйство выжимает интенсивно из почвы все. Если азот, фосфор, то микроэлементы нет. Они с листовым опадом из глубинных слоев почвы через тело растения проходят, и листовой опад сформирует верхний плодородный слой, вот этот плод биогумуса. И уже оттуда можно получить, если ведется сельское хозяйство такого плана, как раньше это было, когда-то очень давно. Вот, тогда да, но сейчас нет. Поэтому надо обеспечить организм всеми минералами. Здесь что? Спирулина качественная, органическая и малоорганическая, она еще в идеале дикая должна быть, там, ну, хлорела, ладно, там, это как варианты. Крапива сныть, те травы дикороса, которые в диких условиях и лесах растут там на полях. Особенно, конечно, крапива, белково содержащая, где много аминокислот. Я имею в виду шпинат из культурных, например, очень много аминокислот содержит. Это, так сказать, вот крапива сныть, листья одуванчиков здесь очень хороши будут, зеленые коктейли, где в основе брокколи, вы берете брокколи, а туда, допустим, ту же спирулину, шпинат, там, ну, укроп, петрушка, что будет, много зелени. Обязательно уменьшить содержание сладкого в питании, ну, на первое время, по крайней мере, из фруктов, но вишню в идеале, конечно, можно, то есть вот такое вот, но не супер сладкое. Теперь, чтобы укрепить иммунитет, нужно, первое, витамины, то есть минералы, это мы поговорим. Да, этого еще бывает недостаточно. Если на 100% перекрыть дефицит минералов, вот чтобы были такие случаи, я пояснил фукус, про который я рассказывал. Вот люди начинают принимать ядокус, там, в том числе, как пищевой продукт. А он же, кстати, энтеросорбент мощнейший, то есть ядоксины вводят из организма, там, три раза в день он употребляется, насыщает организм коллоидной формой, минералами органическими, а плюс еще к тому же саргент. И вот некоторые люди прям даже пишут, говорят, не страшно, что я что-то, хотя вот некоторым противно, ну, водорослью пахнет, а некоторые говорят, я прям полбанки заднему, не страшно? Я говорю, нет, но некоторым людям такими, я говорю, слушайте, если у вас есть финансы, позволяю, сделайте анализ по волосам и по ногтям на минералы, и когда результаты получались на 100% и 100% всегда, в некоторые минералы был дефицит не в два раза, в 20 и 30 раз. Так вот, когда есть дефицит определенных минералов, например, кремния, то костные ткани все равно строятся, например, костные, но замещаются в большем количестве ионов кальция и так далее. И постепенно при дефиците определенных минералов, ведь это не только в костной мышечности, это, извините меня, обменный гормональный процесс, и вот постепенно, возникает дефицит минерала, приводит к тому, что возникают обменные нарушения, в том числе гормональные. Поэтому теперь витамины, минералы, а это значит, что витамины, очень большое количество синтезируется витамина в проростках. Не когда семечка, семена, например, жгута мака, я рекомендую амаранта, там спит, а когда в пробужденном состоянии дает толчок к новой жизни, тогда синтез витамина, при витамине С, в 30 раз 20 больше становится в пробужденном семечке. Очень советую соки проростковой пшеницы пить, потому что хотя бы 30 миллилитров, а лучше на две дозы, 60 утром, запивая теплой водой, выпить, потому что и активный хлорофилл, который, кстати, кроветворная функция, хлорофилл и гемоглобин, там разница, там 519, и там атомов, но и строение одинаковое, все вообще досконально, но разница атом железа, атом магния в основе, значит, магния и хлорофилла, а железо гемоглобина, железо гемоглобина. Вот, очень интересная идет реакция, я рассказывал в своей лекции о кровеносной кроветворной системах, это две разных системы, но они, конечно, смешаны между собой, но разные, а за счет, знаете, чего происходит сборка? Сборка гемоглобина, он не синтезируется у нас в организме, он собирается из хлорофилла, путем замещения иона, значит, магния на ион железа, которого, дефицита быть просто в организме человека не может, если он хочет что-то есть, а если есть, значит, паразиты есть какие-то, 100%, и они не есть, значит, есть паразиты 100%, или лямбли. Теперь, знаете, какая это интересная химическая реакция идет? Это происходит замещение, через посредник атом кобальта, через цианокамбаламин, витамин В12. Вот еще в чем важность витамина В12 вот в этом интересном биохимическом процессе сборки гемоглобина. Вот так вот. Так, да, значит, поэтому первое, это обеспечить всеми витаминами дефицита, чтобы не было, ну, витамины группы В вся через любую зелью не вы получите, плюс, если спирулина, все, но В12 сейчас об этом не будем вообще говорить, да, это вот не тема, я считаю, сейчас уже настолько избитая, изъеденная тема. Значит, витамина Е, все это, жирные кислоты, это авокадо, это, ну, допустим, я перечисляю, это, скажем, так сказать, вот какие масла, некоторые оливки, самое лучшее льняное, самое лучшее льняное, кунжутное, холодное льняное, там омега-3 жирных кислот, больше, там омега-3, витамины Е много, и жирные кислоты, важно, льняное, значит, потом еще, конечно, кокосовое, там есть еще, помимо семи, полинасочных жирных кислот, еще очень важные свойства, антицептические, антигрибковые, что еще для укрепления иммунитета, ну, безусловно, ликвидация в организме паразитов, это, так сказать, питать организм витаминными минералами, жирными кислотами, аминными кислотами, чтобы белки синтезировались, вот пару слов тут важно сказать, дорогие друзья, давайте так, чтобы, я не знаю, я боюсь, что опять к этой теме придется много раз возвращаться, настолько у нас в обществе еще вот этот маразм крепкий, и настолько некоторые диетологи, отмороженные, ну, по-другому не назвать люди, либо самодуры, а некоторые, правда, честно, потом в студии, вот за камерой говорят, ну, мы не можем просто об этом говорить, понимают уже, еще раз, белок организму человеку не нужен вообще почему, но только я сразу запятую, а тут один был такой, какой-то Денис Тануа какой-то, или там какой-то с французским, почему-то фамилия, дорогие друзья, берем любую клетку нашего организма, например нейрон, нервная клетка нашего организма, или берем там сердечные, мышечные ткани клетку, да, вот любую клетку, гепатоцит клетки печени, да, я вас уверяю, можно, это же легко проверить, убедиться, в каждой из этой клетки, внимание, чтобы вообще забыть про эту тему навсегда, и всем остальным сказать, вот вы будете лучше любого профессора сейчас знать, в каждой клетке есть такой, есть разные органеллы, рибосомы, там, митохондрии, в котором АТФ, 1-зинтрифосфорная кислота, это вот наша энергетическая станция, нашего организма, глюкоза туда поставляется, так, есть рибосома, в каждой рибосоме происходит сборка белка, биосинтез, сборка, из чего? Из аминокислот, с остальных частей, возникает вопрос, нам белки вообще даже теоретически могут быть нужны? Даже теоретически нам белки не нужны, даже растительные, потому что любой белок, попадающий в организм, к нам будет даже растительный, самый простой, состоящий из полипептидных, там участков белковых молекул, а не высокомолекулярных белков, все равно должен разобраться в организме нашем, пройдя через пепсинную обработку желудочного сока, дальше фермент трепсин, который в поджелудочные железа выделяет, и через общежелудочный проток, ну, сначала там креотический, а потом общежелудочный, выходит в поджелудочное железо, дообрабатывается, доразбирает аминокислот. Все должно разобраться до составных мономеров, аминокислоты всасываются в кровь, идут в каждую клетку нашего организма, через кровь попадают, и в каждой клетке нашего организма или босомых происходит процесс, русская баня, великолепное средство, а после нее, если вот в прорубь либо, ну, холодной водой обкатываться, вот это вот, идет спазмирование сосудов, эластичность, кстати, укреплять стенки сосудов надо, как их выпилять, например, вот косточки виноградов, экстракт, пикногенол, такое вещество там есть, ну, это так вот, я просто, ну, к слову, что, понимаете, это вот, это надо питаться разнообразной, здоровой пищи, обязательно, желательно, проростки вводить в свой рацион, ну, хотя бы грамм 50 в день кунжута или мака, кстати, в кунжуте в 6 раз больше кальция, чем в пересчете на сухой остаток в том же объеме воды, если выпарить в молоке, в 6 раз больше, но из молока, как вы теперь уже, наверное, знаете, припотребляя молоко и молочный продукт, вы будете всегда дешиться от кальция, его никогда не будет в достатке. Да, не-не-не, ну, не было связи, я понимаю, сейчас-то есть, а рептилоиды мешают, но рептилоиды, может, конечно, да, тоже мешают, но мы сейчас говорим чуть-чуть на более простые, так сказать, темы. Так, ну-ка, ну-ка, сейчас новые пошли, пошли. Так, 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 так. Так. Так, значит, начал распространять, через 2 года сам прошел псориаз без лечения. Очень просто, сейчас, нет появлений больше 10 лет. Иногда, дорогие друзья, вот я о таких случаях просто знаю, ну, и вы слышали, бывает так, у человека онкология, не то, что псориаз какой-то, рак. И человек просто берет отдельные люди, есть такие, и уезжает просто куда-нибудь в тайгу жить, есть такие случаи, обнимается с деревьями, от всех мыслей уходит, никаких сотовых телефонов, другая пища, а главное, вода и воздух, и отрицательно заряженные ионы и атомы водорода в больших количествах, это тоже отдельная тема, отдельная, очень важная тема. И у него проходят онкологии, не у всех так бывает. У вашего брата повезло, дело в том, что иногда бывает на таком стадии находится поражение, системное поражение, в частности, грибами, ослабление иммунитета, на такой стадии, когда чаша весцов может пойти туда-сюда. Иногда хватает, извините, переход на сыроедение, живопитание, это очень серьезный фактор, он перестал травить себя ядами, токсинами, продуктами, метаболизмом, иммунитет все-таки стал крепче, и пока еще хватает, нету дефицита явного минералов и каких-то других ценных питательных компонентов. Порой бывает и этого достаточно шага, конечно, я не говорю, но это не системный подход, понимаете, о чем я говорю? При переходе на сыроедение анализа, во-первых, вот прям классическая методика, идете на биорезонанс либо метод фолии, вам там определяют, берут там по биологически активной точке руках, ну, раньше ног, сейчас только рук, я-то с этой методикой с 89-го года знаком. Советственно, советско-австрийское предприятие, с Вен-СС такое было. А я туда, я был знаком с ними, я сам обследовал с моими родственниками с этого момента, я очень серьезно изучаю воду. А они программировали воду, меняли физико-химические свойства. Понимаете, я вот уже 20 сколько, 6 лет, 27, да, изучаю физико-химические свойства воды. Именно поэтому я добился колоссальных результатов, уникальных в профессиональной аквариумистике. Я лечил те заболевания, которые в мировой литературе написаны неизлечимые, тропических рыб, тропические болезни, вплоть до лимфоцистозы, заболевания и фактической системы. И все, что описано неизлечимо, лечили. Потому что я понял суть физико-химических свойств воды и влияние грибков и так далее, вирусов и прочего, прочего. И если учитывать, вот поэтому системный подход, где учитывается и какую воду потреблять, и сколько, и когда, какой ОВП воды, коэффициент персонального натяжения, вот тогда мы говорим о полном системном подходе. Тогда мы можем с 95% вероятности говорить о том, что болезнь любую можно победить. Теперь, что касается про, вот, к чему я это сказал, про, да, витилиго сразу попутно. Витилиго, это знаете, что такое? Это автоиммунное заболевание, связанное с заболеванием печени. Поэтому, это нарушение пигментного обмена, это связано с печенью. Поэтому первым делом, первым делом, восстанавливайте печень. Если мы гемокаралу, кулуи, фандетокс, артишок, заферан, вот это троица, месяца два-три принимайте, или расторопшую, вот как я объяснял, ну, а лучше и то, и другое. Значит, пройдите лечение, курс лисички, грибы пропейте, трутарик лиственничный, два, две капсулы, два раза в день, три раза по три лисички в день, месяц, и шитаки по одному пакетику два раза в день. Это плюс к травяным и прочим, так сказать, этим. Подробно про Витилиго у меня в инфопродукте есть по печени, там, лечению болезни, ну, я вам так вкратце это сказал, разумеется, много других нет. Ранил опухоль, врачи кисты образования требуют хирургического мешания. Что делать? Ранил локтя. Кисты, ну, во-первых, кисты любые очень легко лечатся, растворяются, расщепляются, вот теми же самыми были сахаридными грибными, в том числе. А, кстати, знаете, некоторые еще говорят так, а что же, а я лисичек, много ем лисичек, вот я, а проблема вот вроде и то, и все есть, и паразиты, и это. Не, ну, если вы их жарите, я говорю, конечно, жарим. Сейчас скажу, хиномоноза, там, активное вещество действующее, оно разрушается при 38-40. Дорогие друзья, природа нам в каждых своих процессах, вот на каждом шагу, когда ты начинаешь вникать в биологию, микробиологию, биохимию, если ты не трехнутый фанатик, ты начинаешь видеть на каждом шагу, что природа говорит с тобой языком, Бог, как говорят правильно, Коба, 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 у них такое есть определение, что языком жизненных обстоятельств говорит с тобой Господь, ну, так сказать, высший разум. Это абсолютно разумно. И вот тебе на каждом шагу четко есть доказа, не подтверждение, а факты природные, что природа предусмотрела передачу пищевых компонентов, энергии в идеальном, неизмененном виде, только от живой клетки к живой клетке. Ну, так говорят законы природы. Все. Как победить молочницу? Часа 4 времени в таком темпе мне надо вам, чтобы вы записывали, а я диктовал методику. Это не волшебная пилюля, такого не будет. Поэтому у меня в том наборе инфопродуктов, которые я сегодня предлагаю, а именно в первом, в первом продукте, в огромном вот этом инфопродукт номер 8 отдельно называется, там по кандиде страниц 10. И плюс к тому, в третьем сегодняшнем, из набора третий, последний, что сегодня был закончен инфопродукт, там еще по кандиде отдельно, по молочнице, по фунготерапии, по грибам методология, которую вы должны наложить на ту, что в основном базовом, где травы, примочки, компрессы, спринцевание внутрь травы и питание, определенные процедуры очищения, и тогда вы получите 100% из 100 лечения, так сказать, вот кандиды, и в том числе не только молочница, а острого кандидоза, общего смысла, извините, кандидоза. Апистаркоз лечится, значит, комбинации препарата ОПИСТОП, которые в коралловом клубе можно взять, он его просто не вылечит, как бы они не пенсионировали, только лишен, плюс караосины, определенные концентрации экстракции, и лисички, применение того комбинации, которое я скоро, ну, будет отдельно, если будет интересно, вот, кстати, я предлагаю, я могу сделать подытоживающий, плюс новые знания, которые у меня за годы, вот эти появились, за два года, три, когда уже мы в 13-м году, что-то проводили, вот этот вот по паразитам была обалденная такая вот лекция у меня, я считаю, ну, там основополагающая, с которой все, я вижу, ну, в общем-то, так сказать, данные берут, так скажем, вот, и вот я могу, я даже сделать, хочу, планирую, новый инфопродукт, который, уже обладая знаниями по фунготерапии огромными, я могу сказать, что за месяц, а так это полгода обычно, и то, апистаркоз и лемблиоз можно вылечить, вот, ну, там еще лисичка, там и другие препараты, помимо вот определенных травяных и так далее, да, вот, сидеют волосы, это нарушение обмена меди в печени, медного обмена, нарушение медного обмена, у меня тоже есть, вот, борода сидеет, потому что мне все лень, а надо пройти курс, вот тот, который я, так сказать, сам, ну, тут вот понимание приходит полного, вот этого, так сказать, причинно-следственных связей, конечно, с огромным опытом, поэтому это надо восстанавливать клетки печени, заставить себя месяца 3-4, не меньше, пить расторопшу, принимать, вот как я говорил в сегодняшней лекции, плюс к этому, медь, содержащая только в органической ионной форме, тут уже не чашки медные, это не органическая медь, а именно органическая, начиная от пикленных семян, до свеклы в больших количествах, и так далее, и так далее, фокус тот же, и тогда, шитаки, грибы, и там целый курс еще грибной, и тогда, а был один случай, вот из жизни рассказываю, значит, один крестьянин в Китае, работал где-то там, ушел куда-то там, от дома, и провалился, как потом оказалось, в такую подземную, когда-то вырытую, там, ну, не знаю, как это назвать, там, ну, яму, пещеру, а она была деревом, ну, ну, как шахты, как вот граники делают, значит, вся обрамлена, ну, чтобы обвалов не было, и его, чуть ли не четыре, по-моему, и вот, когда его через четыре месяца нашли, все-таки родственники там, случай описан, вот, известно, а он летом 80-м был, он такой весь седой, это, к слову, и он был черный, его не узнали сначала, он, все волосы были черные, а он был черный в молодости, ну, как это называется, брюнет, все были в шоке, ну, то есть, кончик бороды, вот этот человек был седой, новые волосы, а он питался, как он выжил, а там шитаки росли, и была черепаха, которая лет, наверное, 300 было, не меньше, тут такой интересный случай, китайцы рассказывают, ну, есть, и такие, просто разные, интересные, не единичные, в общем, восстановилась работа печени, меди очень много в шитаке, наладился, ну, и вот, пожалуйста, результат, грибы и травы, это фунга и фитотерапия, они гармонично сочетаются, зная комбинации трав и грибов, применяемые вместе, можно лечить огромное множество болезней, есть какая-то польза приема рыбьего жира, топленого масла, топленого масла, это вы, я понимаю, аэроведы начитались, никакой там пользы нет, даже теоретически, рыбий жир, да, конечно, потому что там произведенный рыбий жир, как в советское время было, воничий такой, сейчас его мало, всякие там омеганол, прочие, есть суперочищенные, там, натотени, из таких северных видов рыб, очень дорогие, которые действительно качественные, это раньше все для народа, хорошие советские, а сейчас, теоретически, если он хороший, польза есть в чем, омега-3 жирные кислоты поставляются в организм, конечно, это хорошо, это очень важная компонент испытания человека, и шитаки, метаки от веселки отличаются кардинально, это комбинация, применяются при женских половых, гормональных проблемах, в комбинации, иногда с шитакей, иногда с кардицепсом, иногда с другими, а веселка, это совершенно другой грипп, но самый один, в онкологии, и вообще в опухоле образования, противопухолей, есть еще грипп агарик бразильский, очень сильный, так вот он применяется даже в четвертой стадии онкологии, на стадии некрозы, когда уже водянка идет, и так далее, не всегда, конечно, помогает, но очень часто, вот рак головного мозга, когда, кстати, почти в 100% случаи рак головного мозга, вот я за свои слова отвечаю, просто это мало кто знает, это единицы, но отдельные корейские фунготерапевты знают, есть такая береза шмидта, железная береза называется, кстати, она в полтора раза тяжелее чугуна, и пули отскакивают от нее, из нее можно сделать корабль, но деревянный не будет, ничем покрывать не надо, растет, она, есть отдельные экземпляры на Дальнем Востоке, в Корее, ну, в основном там, в Корее, и на вес золота, ну, ее достать пока не получилось, значит, как описывают корейские специалисты, очень авторитетный, в 100% случаи, рак головного мозга лечится, ну, на не тех стадиях, когда уже, ну, и всему же разумный предел, если я, надеюсь, вы понимаете, белые грибы под березовики есть сырыми, а шампиньоны, само собой, а какими же их, вареными, что ли, есть? Ну, лисички сварите, получите вареную резиновую лисичку, я понимаю, что мы так привыкли, потому что мы их жарим с маслом, с луком, с солью, и получаем вкус, масло, так сказать, и прочего, но не лисички. Так, в лечении прыщей я одну вещь очень важную скажу, первое, что надо восстанавливать, это работа печени, первым делом говорю, но нет, ну, я же не могу сейчас объяснить всю методику, вот просто тогда ни на что другое не отвечу уже, а от свеклы седина не то, что проходит, а вы знаете, иногда да, да, вот я как-то рассказывал про случай, когда одна бабушка в Белоруссии, онкология была, и умирать отправили, попались ей ведунья, и говорят, ты только если хочешь жить, пить воду, ну, вероятно, какая-то, так сказать, имеет свойство, там, видимо, источники какие-то, может быть, ну, наверное, свеклу и морковь, и только это, и больше ничего, ну, там у вископальца все крутили, соседки говорили, ну, ты умрешь тогда 100%, но она жива до сих пор, насколько я это знаю, ну, по крайней мере, несколько лет назад, 30 или 40, подруги все умерли, а она жива, и, кстати, да, седина стала проходить, седина вот у многих проходит, кто, вот, медный обмен, ну, там просто случайно люди, как правило, в точку попадают, случайно, да, часами отваривают грибы, ну, сумасшествие просто, артрит, это уже, да, суставы, когда-нибудь будем разбирать, артрит, артрозы, кстати, очень хорошо помогает гриб, строчок, но надо правильно применять, он все-таки, строчок гриб, вот я говорю, лоси восстанавливают суставы, а все-таки, ну, не то, что ядовитый, дорогие друзья, давайте так, вот мухомор, ядовитый гриб, их много видов мухоморов, но уверяю вас, что те препараты, которыми сегодня я перечислял, медицинские, приназолон там, они в разы токсичнее мухомора, и с мухомором мне даже иногда писали, знаете, кто ветеринары, когда я про молоко рассказываю, знаете, как интересно, один ветеринар написал, говорит, вот я, наблюдал с большим опытом ветеринара, я лечу коров, у них рак, вот это лимфа, ну, у них лейкоз, вот это у всех коров практически сейчас, а, ну, это две вещи сейчас для интереса, и он описывает, вот были коровы, были, редко-редко, когда выворачиваются как-то вот такие, ну, сумасшедшие, может, паразиты, и они сосут себе выгонят, молоко у себя высосывают, вы знаете, с чем они конючали? Это к тем любителям молока, которые там, ну, пены у рта, там, вообще разорвать готовы, других, кто молоко, это благость, это человеческая пища нашей предки, всегда молоко, так вот, всегда раком заканчивали эти коровы, раком желудка, это пишут просто, вот есть на ютубе, где по молоку, и там вот в частности ветеринар, а теперь второй момент, один ветеринар заметил, лейкоз стал проходить у некоторых коров, он стал, как такое чудо, откуда, стал расспрашивать пастухов, а этих коров на паспище, он говорит, что-то было необычное, я тут все контролирую, было, что, говорит, а вот ходили в лес, мухоморы ели, потом много пили воды, значит, либо у всех проходила, лейкоз, либо некоторые умирали, но когда их скрывал, он решил скрыть, молодец, обнаруживал, что умирали от некроза, просто не переводили, столько опухолевой ткани, гниющих, белка, просто отравляли организм, и печень подсаживал, выходила из строя почки, и так далее. Грибной аптеки, да, но нет, нет, тут аккуратнее, в центре фунгеротерапии есть спиртовая настойка для наружных применений, от артрозов, артритов, но это не лечит само по себе, там должен быть системный, комплексный подход, там, я советую, например, такое, у меня, например, в Кораллон-клубе, такое вещество, как билурон, которое было разработано в ветеринарии, коневодами для лечения, вы знаете, сколько травм со суставами у лошадей, враги народа просто не дали ввести это, ну, как бы вам объяснить, вот, давайте еще интересную вещь расскажу, был такой доктор Масленников, он в свое время послал методики лечения чагой Солженицыну, например, у Солженицына была, кто читал раковый корпус, но только, опять-таки, там немножко неправды, у него была не рак желудка, у него была липосаркома среднестения, липосаркома такая, значит, это рак жировой ткани, которая проросла просто в кишечнике, в желудок, поэтому думали, что рак желудка, липосаркома среднестения, а ему оперировали, кстати, страшно в сталинских лагерях, почему-то его не перебили, а операцию провели, да на гистологию даже послали, представляете, это почему-то непостижимо, вот, потом он, значит, дальше лечился аконитом, такая трава, и сейчас все сразу, кто прочел, на аконит готовы, так сказать, он не вылечил онкологию аконитом, он ее сдержал, рост опухоли, и потом он вылечил чагой, он вылечил, доктор Масленников подал заявки, где-то в 52-53 году, я могу ошибиться, на препарат, и через год был препарат уже в производстве, вот что при Сталине было, ну, еще до 56-57 года это было, пока еще, моментально внедрили, и он до сих пор как чаганит, что называется, значит, примерно так, но он уже не того действия, что раньше, там много на то причин, идеальная чага, которая вообще собрана по всем правилам, высушена до 40 градусов, потом только расколота на маленькие частички, а не перемолотые в порошок, ну, даже и такое, оно тоже действует, ладно, в общем, видите, сколько всего интересного существует, это очень интересная, целая огромная наука, вот почему онкологи переходят массово в фунготерапевты, вот так вот, ну, и то, они, к сожалению, еще многого не знают о травах, они многого не знают о питании, они только начинают это понимать, только начинают, это видно, даже по книгам таких серьезных врачей, онкологов, значит, вот, белурон есть в Коралловом клубе препарат, ну, уж скажу, извините, так, все за такую нескромную, хотите скидку, ну, и мне будет лучше, и вам, можете зайти на мой сайт, блог, левая колонка, Коралловый клуб, как зарегистрироваться, у вас будет просто 20% клубная цена, ну, вам дешевле будет, ну, и мне неплохо, вот, а я не советую все препараты Кораллового клуба, нет, там есть только несколько очень хороших препаратов, которые я рекомендую не погольно, а только в составе с другими, как я аккуратно говорю, апистаркоз, вот они заявляют, апистаркоз, аписток препарат лечит апистаркоз, но не лечит он только он, не лечит, ему такого честно об этом говорит, а вот если, если, если полгода, а есть методика, которая быстрее, я вот сделаю либо дополнение к моим вот инфопродуктам по паразитам, либо отдельно, и может быть, даже проведем такую, ну, вот поговорим там с Сергеем, может быть, действительно, где я просто вот самую проблему, апистаркоз, слемблез прям по полкам разложу, так сказать, вот, аллергия на фрукты, на что-то, значит, запомните, не бывает аллергии на фрукты, на клубнику, но если там в составе клубники или фруктов есть грибы, о которых мы сегодня я на кадрах вам показывал, рассказывал, тогда все становится понятно, вы поняли, почему аллергия? И еще, аллергия потому, что накоплены яды и токсины в организме, и организм борется постоянно с выведением, но не может до конца, если человек что-то еще при этом ест, или у него накоплено, но не видно, да, очищение организма здесь совершенно правильно нужно, печень, основа основ, и точечно бить, и больше не поставлять в организм высокомолекулярные белки, колено опухло, сильно болит, но раньше в тенториуме был очень хороший крем на основе пчелиного яда, но правда он действовал, когда вот сразу человек ударит, опухоль пошла, помазала, отлично, сейчас я вам рекомендую для мамы мухомор-настойку, сначала коллоидным серебром, брызгаете коленку, протираете мылом, ну чтобы чистая кожа была, например, гектарным мылом, ну допустим, брызгаете коллоидным серебром, высохла, мухоморная настойка спиртовая, протираете, раза три она высыхает, а потом крем-мухомор и пергаментом заворачиваете, делаете такой, как компресс, но не полиэтиленом, а пергаментом, а потом бинтом, уже будет помогать, но это вы не, это так, чтобы просто боли снять и так сказать, уже хорошо, ну а так сказать, тут вот нужно более серьезно, да, так, кисту опять, значит, кисту, вы знаете, в принципе, опосредованно, да, в этой программе тоже есть, отдельно по кистам я там не разбирал, но я упоминаю, это в третьем продукте сегодня, который, что и кисты, тоже вот такую методику можно применять, да, да, все, что на ИТ заканчивается, это грибы, брусит, танзелит, ларингит, это обязательно в составе проблемы, например, бронхолегочной системы, есть грибы, поэтому все, что качается ИТ, стоматит, друзья дорогие, вот на ИТ, если что-то заканчивается, чтобы вы про это даже никогда не спрашивали, никакого, ни врача, никого, если что-то заканчивается на ИТ, это грибки, у меня, по-моему, по миому у меня есть инфопродукт мини, но будет еще дополнительно обязательно в составе по грибам, я разберу разные типы миом на разных стадиях, так сказать, и это будет отдельно, это же целое, но кратко, три гриба в основе лежит, в основе, я говорю в основе, веселка, ну, митаки все-таки и шитаки, и разные травы, и плюс, конечно, определенные процедуры, чистки, комбинации, свечи, крема, во время приступов астмы препараты, сембрикоты, сомнение хорошо помогает, я очень сомневаюсь, что стоит его принимать, чтобы астмы не было, обязательно чистите, по методике можете огонян, можете по моей, там практически то же самое, чистите просто кишечник, процедуры вот этих, кружка эсмарха, магнезия, обязательно на ночь сорбенты после этих процедур, а то знаете, что происходит, если сорбент, например, калиновую белую глину не принять на ночь после вот таких процедур, ну, вот смотрите, магнезию приняли, пронесло, потом кружка эсмарха, не буду сейчас детали описывать, открывается сразу, как закупоренная прока из бутылки, вылетает, я примитивно, условно, да, несколько сразу сотен, тысяч там, вот этих протоков, сосочков лимфатические, которые выходят в складки толстого кишечника, сразу ядотоксины под давлением, опять-таки, я утрирую, проходят в процвет толстого кишечника, а вы на ночь легли спать, сорбент не приняли, в кровь сосалась, какая смысл этой очистки, а вот если на ночь антросорбент принять, например, пакетик калиновой белой глины, ну, опять-таки, это не реклама Кораллового клуба, ну, скажите, где, ну, говорят, в аптеках есть, но я не знаю там, набухает она в 30-40 раз, в определенных, вот эту белую, может быть, есть, значит, другую применяете, я просто говорю, так вот, она набухает, только в воде ее сразу размешивать, пакетик надо, она набухает на глазах, ее надо выпить, и ночью эти ядотоксины в нее войдут, они сосутся вам в кровь, вот подсказка хорошая, ну, таких тысячи таких подсказок, очень важных, вот в этих методиках, понимаете, в чем дело, поэтому, когда говорят, ну, объясните, вот даже, я даже вынужден был, знаете, что включить, так, значит, который будет называться номер 13, когда я его опубликую, для всех, для вас уже, там есть даже такой файл, который я специально объясняю людям, потому что бессмысленно, говорит, посмотрите там, я уже понял, и я даже туда включил, я вам об этом сейчас не сказал бы, если бы ни к слову, как раз, как правильно делать полностью подготовку и процедуру магнезии кружка смархантеросоргент, причем даже акцентировал, что в этот период, те грибные препараты, либо это применять так-то так, значит, понимаете, какой объем там информации, вот даже, что это, я просто вам вот сейчас, просто к слову, акцентировал, про вот такой маленький, вроде бы, казалось бы, аспект, трещины, ну вот, конечно, грибы, ну я же об этом и говорю, удивляюсь, Таня, ну посмотрите, пожалуйста, эту лекцию, сегодняшнюю, в записи еще раз, про трещины на пятках, я рассказывал, и даже говорил, какие виды грибов к этому вызывают, эрозии шейки матки, да, я вам ответил, что вызваны в том числе грибками, смежные проблемы есть там, и лечатся они тоже, но это, это полную методику, полную методику, вот полную, я не опубликовал, и еще не опробировал до конца, ну что есть, то говорю, то есть, тем не менее, теоретически я знаю, как, но это сейчас будет некорректно говорить, нет, уже, я вам сразу, нет, я уже скажу, что поможет 100%, значит, ректально свечи шитаки с веселкой комбинируя, я уже сказал, это поможет, ну а внутрь, понимаете, те же, шитаки, метаки, веселку, и в принципе, так, свечей, и препаратами грибными, они комбинируются по-разному, зависимости от, ну ладно, не будем говорить, я просто хотел пример привести, думаю про онкологию, зачем сейчас про это говорить, так, 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 по словам врачей, как они говорят, как вылечить, по словам врачей, как они говорят хронический тензелит, зачем, говорят, как врачи, врачи говорят, молоко надо горячее смену пить, чтобы, и тем самым убивают ребенка еще больше, а потом идет, так сказать, уже и менингит, и все что угодно, потому что последний лимфатический барьер защитный в виде миндали на гуланку удаляют идиоты, это просто, ну это вредители, и все, а дальше ликворк, это лимфа в мозгу называется ликворк, там очень медленно процессы идут, попробуй оттуда инфекцию удалить, мозговые проблемы, это большие проблемы, поликистоз яичников лечится легко, это вот, ну я сделаю скоро инфопродукт, да по-моему есть у меня там мини, но только там про грибы нет, скоро будет добавлено это, сейчас про это говори, лечится 100% поликистоз яичник, 100% лечится, правда, до 3-4-5-6 месяцев иногда, но лечится. Так, ну что ж, при гемангиомах надо восстанавливать клетки печени, убирать вирусные инфекции, обследоваться наличие вируса, скорее всего, цитомегаловируса, тогда надо, соответственно, с ним работать, включая потребление коллоидового серебра в больших количествах и определенных трав, горечи там и так далее, в том числе полынь, чистотел, ванна с чистотелом, так сказать, расторопши обязательно для печени, ну и, соответственно, все, что связано... О, демодекоз, конечно, давайте так, друзья, вот по демодекозу, вот у меня есть мини-инфопродукт, четко, как лечить демодекоз, вот там все-все-все сказано, подробно прям, потому что я единственный, я могу вам пару веществ сказать просто, ну, например, там делается спиртовая настойка красного жгучего перца, там определенные комбинации обработок, прополис спиртовая, ну, хотя бы с 35% настой, либо больше. Так, теперь, что касается соды, вот хороший вопрос. Влияет всего лишь как щелочь. Сверхкислая среда, в меньшей степени, и сверхщелочная подавляет рост грибов. Сода, ее все волшебные свойства только в том, вы поймите, это всего лишь химическая щелочь, и все. Просто люди закисленные восстанавливают кислотность щелочной боли. Это так же, как говорят, знаете, вот я скажу, я утверждаю, и это факт, что пить архивис или какой-нибудь там, ну, не важно, там вот воду, минеральные воды вредно, потому что минералы неорганические, там они забивают почки, атеросклеротические бляшки образуются, потому что все, что я объяснял себе. Но почему, говорят, а что же у людей улучшение? И я вот, знаете, так смотрю, думаю, вот действительно, вот биологию надо было изучать, не надо было изучать, что-то ерунду, которая в жизни не нужна. Ну, хоть думать чуть-чуть надо. Ну, а вы понимаете, почему у людей, несмотря на то, что минеральную воду пить очень вредно, у людей, которые едут на минеральную воду, есть улучшение. Я не беру солнце, воздухо, вода, вот вода, почему есть улучшение? Потому что они впервые в жизни стали воду пить. Они пили кофе и соки из пакетов, и чаи, а сейчас они пьют воду, а она щелочная. Паш среды, хоть впервые в жизни в щелочную сторону пошел, вот иммунитет стал крепче, понятно? А вот она основная причина. Ну, есть и другие нюансы, но в частности, токсично бензо. То, что видите бензо, токсично. Кисту удалять, кисты легко лечатся. Их не надо удалять, они легко лечатся. Если, слушайте, киста, с трехмесячного ребенка, если я не ошибаюсь, размером была, плод, с трехмесячный плод, плод, ну, трехмесячный плод, да, у нашей царицы последней, ее вылечил, лекарь Бадмайев. Кисты лечатся. Нет, спиртовой, вот с чего вы взяли? Я не говорил, что спиртовой настойкой веселки, можно вылечить гепатит С. Спирт вообще внутрь потреблять нельзя, он теряет все свойства, ну, или большинство. Это применяется для наружных применений, для определенных целей, ну, кожных проблем. При раке кожи иногда, хотя там крем веселок в большей степени нужен, хотя я там надеюсь, вы понимаете, что одним кремом не вылечить рак кожи. Там есть методики, но он лечится. Цитомигаловирус с ребенком там сложнее, там больше связано с юридическими моментами, потому что на всех даже грибах и даже травах вы можете обратить внимание, написано, нельзя там беременным кормящим и детям до 6 лет, потому что на детях до 6 лет, например, не проводились терминопы неправильные. Но давайте думать так. Вот подойдите к врачу и скажите, можно моему ребенку, ему 5 лет, поесть, ну, немножко белых грибов? Он скажет, ну, есть немножко, там можно поесть. Тяжелая пища, но можно. Не вижу причины, почему нельзя, но юридически нельзя советовать. Как лечить? Стоп, у реоплазма очень вещи серьезные, отдельные, про нее руки так не дошли, обязательно будет потом. Это правда, это давайте, это очень серьезная вещь, так сказать. Вы знаете, у меня действительно столько, во-первых, надо мои лекции сначала, я советую просто изучить, просто вы должны знать. Иногда люди часто, когда смотрят мои лекции, вот одну, другую по пищеварению, начать с общей лекции водной, потом пищеварительной стима, кровеносная, дыхательная, и люди начинают видеть, как, знаете, как просыпаться, что они говорят, точно это было со мной, вот это, а теперь я понял, о чем мой ребенок тогда этим болел, и мы не могли вылечить. С этого начать, а потом уже инфопродукты и так далее. Кисты на десне лечатся, да. А иногда, знаете, чем даже лечили? Ну, правда, это я вам, это у одного из десяти, может быть, я там не знаю статистику, но это не факт. Просто некоторые, АСД фракции 2, там что-то, вот это дикам такое, значит, на керосине орех настаивают такой, значит, у некоторых при полоскании долгих проблем, даже вплоть до серьезных, там, кист, яс, во рту, получалось, но не у всех. Тем не менее, есть такой, почему бы нет, ну, это как вариант. В какой последовательности по этому инфопродукты, я не знаю, с пищеварительной системой, наверное, правильно, но вообще, вы знаете, вот грибки и паразиты, это то, что вот эта беда, это проблема каждого человека, абсолютно каждого человека, и как вы сегодня убедились, я надеюсь, это просто вот, ну, причинно-следственной связи теперь глубже понятны. А можно ли ребенку воду? Пить воду, ему еще нет и месяца, ну, вы молоком, если кормите, то не надо, по чуть-чуть, по капельке, по чуть-чуть, по пипеточке можно, только с четырех месяцев, ну, в принципе, это в принципе правильно, потому что, так сказать, вы молоком должны кормить, и не нужно ребенку специально ванны, не нужно, я просто есть проблемы, а так не нужно. Как вам живется в Пушкинских горах? Вот, наконец-то, хоть душевный вопрос такой. Благодарю. Хорошо. Строимся. За буквально короткий период, а переехали с конца, ну, семьей уже с 15-го года, и мои дети даже там уже в школы ходят, и я скажу вам так, что нравится, хорошо, уже гости первые приезжают, уже я мероприятия там некоторые устраивал, там по экостроительству, по организму, что из Бледелию слеты, там лекции проводил ко мне, Ефимов, многие люди интересные приезжали, будет такой на этой базе, я думаю, аграрно-оздоровительный центр со временем. Так что, я в Пушкинских горах, я считаю, каждый уважающийся человек должен быть обязательно, это уникальные места, и красивые, и навеяно, ну, Великим Пушкиным, вы знаете, вот, чтобы обойти все, Михайловская, Тригорская, Петровская, Градюще Вели, еще там, Савкину Горку, прочие, вот это все, да, но надо приезжать на неделю, если не сломя голову, очень рекомендую, если захотите остановиться в хорошей гостинице, без всякого быдла пьяного, и окурков, бычков, и мата, и прочего, то приезжайте, останавливайтесь у меня, других альтернатив нет, у меня уже можно остановиться. Ну, молоком кормите, и кормите, дай Бог, как можно дольше кормите молоком, пейте вы воду, а ребенок с молоком все получит, сейчас у него другое биохимия, совершенно правильно, он должен получать ваше молоко, аскоридоз, очень просто, аскорид, хотя аскориды как раз и приводят к анемии, вот если у ребенка или у взрослого анемия, да еще железодефицитная, и врач, при этом, первым делом не говорит марш, определяться на аскориду, тексакару, и там еще на некоторые виды паразитов, ну и на лямбля, это простейший, то это врач, его надо гнать поганой нитлой, это, он просто ничего не знает, потому что другого варианта, ну, вот есть еще один процент, 99 это либо аскорида, либо некоторые другие паразиты, потому что аскорида одна, она выпивает до 30 миллилитров крови в день, а это значит, что 5 аскорида 150, вот вам и железодефицитная не имея, вот и все, поэтому их очень легко выгнать грибами, вот этих очень легко выгнать препаратами, вот комбинации лисички, прудовик лисичный, шитаки, месяц пропить, ну, плюс лист черного ореха, ну, так сказать, вот таким образом уже можно, правила гигиены, прочее, про меня еще не знали, но эти, мне тоже приятно, что еще про меня кто-то не знал, я тоже рад, дорогие друзья, что, ну, давайте, наверное, на этом будем заканчивать, я очень рад, если вы получили сегодня важную информацию, позитивный настрой, потому что, когда, знаете, говорят, что вот действительно проблема, а выхода из нее нет, есть выход, уверяю вас, гарантирую, что есть, потрудиться немножко надо над собой, немножко проявить интерес более глубокий, ну, и вот я вам чисто по-человечески, не как вот человек, который просто, значит, хочет продать, ну, конечно, но я надеюсь, вы поняли по нашей встрече сегодняшней с вами, что это просто дружеский совет, и поэтому сегодня, в честь того, что вот мы опять стали, я Сергеем на данной конференции, я решил, вот добью я себя свою лень, переборю, успею до сегодняшнего дня сделать новый этот уникальный инфопродукт, инфопродукт добавления методик по лечебным грибным препаратам, к существующим прежде мной, и это будет просто бомба, и я сегодня решу его вот именно это подарить, и вот поэтому сегодня вам бонус 2, к моему базовому продукту методик лечения грибковых инфекций и кожных поражений и прочее, еще вот два инфопродукта, специально для вас, для этой конференции, я его поднапрягся, несмотря на большую занятость, на то, что скоро будет вот 25-го числа ярмарка, фестиваль, тем не менее, я его для вас специально сделал. Так что, дорогие друзья, всего вам, самое лучшее хочу вам пожелать, здравомысля, крепкого здоровья, ну, не лениться, потому что наши большие, знаете, самые большие враги, это отсутствие знаний и лень. И вот я надеюсь, что я вам дал знания, еще не раз, наверное, мы встретимся и поговорим о разных проблемах, о путях их решения и надеюсь, что вот вы тоже не напрасно, да, ну, оцените, пожалуйста, напишите, насколько вам понравилась сегодняшняя лекция, насколько вы, так сказать, довольны и очень буду рад ждать от вас обратной связи. Всего вам самого лучшего. Илья Андреевич, благодарю вас за эту прекрасную лекцию, все очень четко, емко сформулировано. Вопросов у многих, конечно, появилось еще больше, чем было до лекции, но ответы на эти вопросы вы как раз-таки сможете найти в тех видеопродуктах, видеокурсах, о которых Юрий Андреевич рассказал. Благодарю, Юрий Андреевич, вас за чудесную лекцию еще раз, вас, друзья, благодарю за внимание. Всем вам спокойной ночи и до завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok